Сергей, Сергей, ну давай не будем обсуждать этот телевизор, он и так уже надоел, ну давай другие темы пообсуждаем. Это хорошие примеры, это вот мне скинули же как ролик, это же не телевизор, это мне скинули на ютубе ролик, говорит, вот там посмейся, отдохни. Сергей, у меня к тебе просьба, дай мне возможность позадавать вопросы. Просто я подробно рассказываю, я так привык, задавай, задавай. Да нам говорят, что за это платят, а на самом деле платят ли там это, а на самом деле не все так просто. Я хотел присутствовать в зале суда, меня не пускали, говорили, что ты ребенок. Что думаешь по теме живых? Никогда не платил налоги. Паспорт показываешь? Хоть как лицо захожу, но я владелец этого лица. Ты с черной мантией как разговариваешь, а растождествляешь себя? Я просто развернулся и ушел из суда. А зачем ты ушел? Понимаете, я не физлицо, она говорит, я тоже не физлицо. Да ладно, физлицо не платило налоги или директор вот этот, должностное лицо? Вот тут даже я был в шоке, казалось, что фонд социального страхования существует на основании какого-то непонятного внутреннего положения. По квартирной карточке у тебя задержания были? А он, когда в свою базу забил мой загранник, чтобы найти паспорт Российской Федерации, он его не нашел. Его там нет. Почему-то с базы паспорт исчез. У них не души, они там духи. Консультации безоплатно, в суд хожу за деньги. Вот мне тут свитер связали. Вот 810 в Советском Союзе. Он целую газель вывез, шахты этих советских денег. Смотрели КВН и думали, что это новости. Ему собаке теперь нравится больше, чем люди. Больше, больше, больше женщин водят во власть. На ключевые посты, чтобы в подчинении обязательно мужчины были. Решение суда это вексель. Об этом один раз хорошо говорила Будемира. Нету подписи, нету вексель. Если вы не вексель делаете, вы протокол портите. Они туда вписывают форма 1П. На вас заказ бесполезно дергаться. Будешь выступать, я тебя вообще рискую. Идите, не бойтесь в другом месте. Что такое паспорт, по твоему мнению? Самым трудным будет пережить период зомби. Не по принуждению, а по совету. Этот статут, это твой личный закон, твои права. Я понял, ты для них доктор. Да, я борюсь. Я борюсь за справедливость. Со мной тебе не получилось посмеяться? Не было возможности задать вопрос. Какая-то неадекватная видеосъемка получается. Зачем я сюда приехал? Я все равно это все не запомню. Поэтому я и говорил, что у меня времени нет. И обычно прокурор на этом все и заканчивает. Субтитры сделал DimaTorzok в 18-м году, когда отца у меня судили. Не буду говорить, за что это. Все-таки мои личные вещи. Но я хотел присутствовать в зале суда. Меня не пускали. Говорили, что ты ребенок. Я говорю, я хочу знать, что говорят об моем отце. И что вообще там происходило. И так далее. Но в результате меня выставили за дверь. Сказали, потом пригласим. Я убежал. За мной послали в милицию. Тогда еще не было приставов и полиции. Они за мной гонялись часа два вместе с моими дядями. Не смогли поймать. Заседание, насколько я помню, перенесли на следующий день. Но я домой ночевать не пришел. В результате без меня так там все и прошло. Всегда понимал, что происходит что-то не то. Чем становился старше, тем больше. Но, скажем так, до 2018 года я помогал только. Я объяснял все это тем, с кем я был лично знаком. Ну, или кого на меня выводили мои знакомые. А вот когда началось вот это все массово обман людей с темой Советского Союза и все остальное, вот решил канал, скажем так, завести и все это рассказывать правду. Вначале вроде как помогал у Хабарова, Татьяна Михайловна, вроде как Советский Союз, Советский Союз. Но они хотя бы денег с людей не просили. Это были единственные на тот момент, они брали денег с людей. Но в результате оказалось, что им нужна только власть и больше ничего. Потому что даже вот меня на съезд, когда в качестве гостя пригласили в 2019 году, я когда приехал, там люди проголосовали. Потом Хабарова сказала, меня это не устраивает. Голосование отменило всего этого своего съезда. Людей отправили там перекурить и потом заставили переголосовать. В результате, понимая, что мнение народа никому не интересно. Понятно, что народ у нас безграмотный стал, его так воспитывали. И в Советском Союзе, кстати, и сейчас, что человек не должен думать. Человек должен делать то, что ему говорят сверху. Поэтому, если мы начинаем разбираться со словами, что такое слово «совет»? Говорит, советы гораздо давать все. Соответственно, советы – это те, кто советует. Если вот так начать исходить, изучать все эти слова. Даже народный совет – это, грубо говоря, вот собралось. Особенно вот сейчас очень много. Мол, два-три человека могут организовать уже народный совет. Ну, организовать-то не могут, но их мнение не может распространяться на других. Это будет как совет и навязывание мнения своего другим. А вы умудритесь хотя бы в своей деревне, на своей улице или в своем доме организовать людей? А вот это, насколько я знаю, пока никто не может, потому что лечат симптомы болезни, а не саму болезнь. Подожди, подожди, у тебя что-то шум какой-то идет. Нет, у меня нет шума. Треск какой-то. Не знаю. Как будто конфетку разворачивает. А, это я фантик в руке от конфетки, да. Не-не-не, убери его, пожалуйста, а то звук забивает. Да, убрал, убрал. Видимо, звук хороший, микрофон, поэтому это слышно сильно. Но вот потихонечку начинал общаться с людьми. Сейчас по всей стране есть люди, с которыми я общаюсь. Не то, что вот в чатах, а именно вот так вот лично и так далее. То есть нашлись люди, с кем мои взгляды совпадают, и мы общаемся. Они есть и в Ангарске у меня есть, и в Карачаево-Черкасе есть, и в Архангельской области есть. И вот с Сергеем ты интервью брал с канала «Думай сам». С ним давненько общаемся. Не совсем я с ним согласен, но у него, по крайней мере, обоснованная точка зрения. Пусть она, на мой взгляд, неверная, он считает ее верной, но он хотя бы может ее обосновать. А все остальные, которые вот сегодня мне опять уже человек Атрины писали, что у Российской Федерации территория на континентальном шельфе. То есть люди элементарно не понимают, что территория юрисдикции – это разные вещи. У Российской Федерации юрисдикция на континентальном шельфе, а не территория. Поэтому, когда человек не хочет вообще просто открыть даже вот 67-ю статью Конституции, прочитать, смысл-то ему что-то объяснять. Подожди, а юрисдикция – это же и есть возможность осуществления правосудия, что-то такое, насколько я понимаю. Но это же не территория. Это вот как раз возможность осуществлять не правосудие, а управление, скажем так, людьми. Если чисто начать разбираться юриспруденции, юрисдикции и так далее, это как раз все было создано для управления людьми, человечеством. Но это не территория. Ну так все-таки имеют они право судить на данной территории или нет? Ну, тех, кто их признает, да, их же признают. Это же зависит от выбора. Ты же вот заявил себя, что живой мужчина там, Антон. Вот я тоже, меня скажем, вот удивило, что ты заявляешь себя живой человек. Когда начал мои поиски, ты начал не поиски Сергея с канала или автора канала «Черток змея», а ты начал поиски Огородникова. А Огородников – это в паспорте, у него нет контактов. Понимаешь? Я Сергей. А Огородников – это придумана система, и придуманы опять очень хитрые вещи. Вот смотри, тут вот есть, как сказать-то, стендапы всякие и так далее, но ведь там правильно тоже начинают уже молодежь высмеивать. У женщин нет фамилии, своей фамилии. Женщина носит фамилию или мужа, или отца, ну или в крайнем случае деда. То есть, если у нее там мама сохранила фамилию своей мамы, она уже внучка, то есть вроде как фамилия, но на самом-то деле все равно в результате мы выходим в мужскую фамилию, все равно род идет по мужской линии. И вот если у женщины есть фамилия, это или фамилия мужа, или фамилия отца чаще всего. Девичья фамилия – это не девичья фамилия, это фамилия отца. Вот таким образом. Ну, там, в принципе, надо слово фамилию убрать, род, входит в род мужа. Это род так стали называть сейчас, вот когда начали все мы возвращаться к своим предкам и так далее. А раньше ведь род, он просто называли семена, что, допустим, Сергей, сын Федора, вот у мусульман сейчас это еще встречается, хотя они в документах, но когда они между собой общаются, у них это встречается. То есть, они там называют до последнего известного им предка. Ибн, да, ты имеешь в виду? Да, фамилии же придумали уже позже. Фамилии, даже официально все эти версии, они же не скрывают, что фамилии появились даже исходя из официальной истории лет 400 на 500 назад максимум. То есть, был Иван Грозный, а не какие-то там еще всякие. То, что Рюриковичи – это же не фамилия, это именно, вот, скажем так, племя, еще что-то вот в этом роде так, боми сходил. Даже если их оттуда пригласили, как нам рассказывали, то это вот таким образом. Поменьше появились позже, намного позже, так что. Сергей, у меня к тебе просьба. Да? Не шелести, пожалуйста, бумагами. Ну, я уже не держу его в руках, просто это. Нет, ты там что-то перелистываешь, я слышу, листы. Нет, не листаю. Так, руки просто. Пальцем по столу стучу, на столе. А, даже если лист на столе лежит, то слышно, что ли? Да, ты его листал, ты его двигал, я слышал все это. Я не листал, я пальцем как бы по нему стучу, он тут это. Мышка на коврике лежит, когда на ней двигаешь, и на ней тут у меня записка лежит. Вот так пальцем просто, потихонечко. Но как стучу, не слышно, видимо, а бумагу слышно. Да-да-да, бумага, она очень много звука дает. Это я знаю по суду, потому что, когда перелистывал, прям сам себя корил, что не надо было листать и одновременно говорить, потому что не слышно ничего. Что говоришь, потому что листы перезабивай звук. От микрофонов зависит, хотя у меня такой микрофон, дешевенький камера, что-то рублей за 350 она такая, 2 на 6, сверху монитора закрепляется. Никаких затрат я личных не делаю. Микрофон у тебя отличный, я тебе скажу. Поэтому так. Ну а что думаешь по теме живых? Ну это действующая тема, только не в том виде, как ее преподносили, что надо разрешение спрашивать, еще что-то спрашивать. Потому что вот когда говорят, что с паспортом сделали нас мертвыми, но оно фактически так, хотя это не совсем мертвыми сделали, мы же шевелимся, а это нас в статус мертвых перевели. И поэтому я уже не раз в своих роликах объяснял, что человек должен научиться, что вот он человек, он мужчина или женщина, даже лучше говорить вот так, потому что, скажем, человек это общее название, но даже слово человек, некоторые говорят, дали там код товара 792, по-моему, или еще что-то. На самом деле больше, что мы все-таки мужчины и женщины, так же, как рождаются у женщины мальчики или девочки. Не ребенок ведь, говорят, родился. Говорит, родился мальчик, девочка. То же самое мужчина или женщина, чаще всего надо говорить. И привязано все к этому, то есть замуж за мужа, за мужчину. То есть муж все-таки от слова мужчина и так далее. Соответственно, это опять вот к теме фамилий, что и фамилия отсюда же, род идет от мужской линии. Все было продумано у наших предков, поэтому вот таким образом. Просто сейчас меня что удивляет, говорит, ты много критикуешь. Я просто все это прошел на своем жизненном опыте. У меня было, ну, больше десятка всяких фирм я в свое время открывал. Никогда не платил налоги. То есть официально в Российской Федерации я не работал даже с ее самого там переименования, скажем так, Советского Союза в Российскую Федерацию. Я-то это так считаю. Хотя там мистер Геем был согласен, что вроде как много там СССРов было. Но на самом деле это немного, это все одно и то же. Потому что те, кто наверху, те, кто вот учредители, даже если этих СССРов много, но учредители-то там те же самые были. То есть если мы берем, был Ленин, пока Ленин не умер, стал Сталин. После Сталина стал Хрущев. Но ведь переименования-то шли не вот в эти моменты, когда менялись, скажем так, вот эти управители, скажем так. Оно происходило в другие периоды. Поэтому это одно и то же. То есть, грубо говоря, вывеску меняют, когда им там что-то надо, и все. А для народа все остается точно так же, как оно и было. И так оно и будет, пока народ не станет разумным, не начнет изучать. А у нас большая часть всех этих даже СССРовцев, они хотят решить свою личную проблему. То есть больше эгоистичную. А я же знаю, ты ходил в суды защищать народ. Ты хотел этим заниматься? Нет, я сейчас хожу, поэтому я и говорил, что у меня времени нет. Из-за того, что я хожу защищаю, потому что не все люди понимают. Но, по крайней мере, я защищаю в основном тех, кто пытается хотя бы вот как раз в тему человека, женщины, мужчины войти. Кто хочет эту тему понять, но еще до конца не понимает, в результате приходится отстаивать их интересы, ходить в суд. Все очень сложно, но где-то получается, где-то не получается. А ты как заходишь? Паспорт показываешь? Да, по заграничному паспорту я хожу. А как меня иначе к делу не подпустят? У меня есть нотариальная доверенность от всех моих клиентов. Она выписана на мой заграничный паспорт. Потому что все-таки в заграничном там хотя бы написано, что я владелец. То есть я хоть как лицо захожу, но я владелец этого лица. В отличие от паспорта Российской Федерации, где владелец, это все-таки Российская Федерация, она их вела. Так же, как в Советском Союзе владелец был, скажем так, фирма, вот это Советский Союз. Она же эти паспорта вела, она придумала. У человека не спрашивали, хочет он, не хочет, родился. Вот я с ними еще спорю, с этими гражданами СССР. Родился, значит, уже гражданин. Извините, у нас по всем даже международным законам, хотя я считаю, что право – это уже нарушение прав человека, потому что у человека есть права, а не право. И, соответственно, это уже нарушение, но даже по их законам, по международным, каждый имеет право изъявить свою волю на гражданство. А у нас никогда не спрашивают. А в 16 лет, когда говорят, вы идете, даете согласие, вы не даете согласие, вас обязывали, что вы должны были прийти по тем временам в паспортный столб, ЖЭКе, написать заявление, причем заявление не о гражданстве, а заявление на выдачу паспорта именно просто. То есть, тем самым вы этим заявлением подтверждали, что вы согласны быть физлицом. А то, что гражданин Советского Союза был физлицом, это я показывал, энциклопедические справочники, поэтому еще тех времен, а не вот этих уже. Ну, ты с черной мантией как разговариваешь? Растождествляешь себя? Нет, я же в свои суды не хожу, поэтому, когда я представляю, я же, грубо говоря, в маске, поэтому я не называю там уважаемый суд или вашу честь, я просто вращаюсь в суд. Прошу суд там или считаю необходимым, что суд должен там и так далее. То есть, слово суд применяю, но без вот этих регалий. Этого они заслуживают. Я имею в виду первоначальную стадию установления личности. Ты вот спрашиваешь там фамилии, имя отчества, дата рождения, вот это все? Ты как отвечаешь? Сергей Сергеевич Огородников и дату рождения. Того лица, который в паспорте указан. Просто в паспорте с ФИО начинается, а я все-таки привык с имени, поэтому я начинаю также имя, отчество, фамилия, и дату рождения как в паспорте. Я же пришел как лицо. То есть, в суд, когда я помогаю другим, я прихожу, одев маску лица. То есть, я лицо. Даже в доверенности написано, что паспорт выдан такому-то, такому-то, паспорт такой-то выдан тогда-то, выдан тем-то. А в доверенности, как написал, то имя, отчество, фамилия? Нет, доверенности нотариусы у них своя форма. Они пишут так, как им удобно. В смысле, а что ты свою форму не используешь? Зачем? Меня так это нисколько не пугает. Какая разница, как они там все это написали? Потому что я же, еще раз повторяю, я же иду не в свой суд. Вот я ролики снимал, чтобы людям показать, что тема живых в суде не работает. Когда я пришел без документов, я зашел в суд, у меня был со мной человек, который все это снимал. Я заявил себя живым, когда судья начала настаивать на то, что я там что-то должен. Я просто развернулся и ушел из суда. Но в результате решения же приняли в пользу банка. А зачем ты ушел? Она не хотела продолжать суд без документов, а я не мог ей показать документы. Это был мой суд. То есть вот сейчас-то я не боюсь, я ничем не рискую, ведь судят не меня. Тут смысл-то еще в том, что здесь же судят не меня. А там судили меня, поэтому если бы я показал паспорт, соответственно, это без паспорта она не хотела. Если ролик вспомнить, она говорит, вы должны паспорт, вы лицо. Я говорю, нет, я не лицо. Вот надо документ, мы без усырения личности. Я говорю, так я не личность. Она говорит, а в суде у нас только личности. Я говорю, тогда я отсюда пошел, потому что я не лицо. Мы с ней потом отдельно в кабинете у нее разговаривали, после этого как-то встречались. Я говорю, понимаете, я не физ лицо. Она говорит, Я тоже не физлицо Да ладно А вот здесь я говорю, вы ошибаетесь Она говорит, почему А я ей показал письма из судебного департамента Я там ролик их как-то показывал Что судебный департамент мне написал Что согласно 150 РОВФЗ персональных данных Они мне не могут предоставить Персональные данные судей Хотя я у них просил Что раз судья рассматривает дело с участием лица такого То он должен быть там то-то, то-то предоставить Я говорю, вот видите, тут написано Что вы, судья, являетесь лицом Соответственно, вы не можете Они не могут без вашего согласия мне что-то предоставить Она говорит, да нет, это не так Я говорю, я знаю, что это не так Но, по крайней мере, в тот момент Вот как я сейчас с вами разговариваю Когда вы находитесь в здании суда На должности, вы физлицо Вы должностное лицо, то есть вы физлицо А ты не видел мое видео Победу живого мужчины в суде? Я не смотрел, мне рассказывали Про один ролик мне рассказали Сейчас не помню точно тему Я знаю, что это можно было без живого выиграть Там же административка была Там просто полицейский безграмотный Поэтому судья вынесла абсолютно правильное решение Там не столько из-за того, что ты живой Сколько из-за того, что полицейский Ну, по крайней мере, в одной ситуации Мне сказали, что ты в двух судах вроде как По административке выиграл Нет, там было два заседания просто А, два заседания, но вот мне там Про одно рассказывали, я не смотрел Я не смотрю чужие ролики Я раньше их просматривал, а теперь не смотрю Потому что нет смысла Очень, вот особенно те ролики Про которые все эти, скажем так, граждане Советского Союза говорят Я больше смотрю ролики, которые на другие темы Вот Михаил с канала «Правда есть» Он вот начинает вроде Вот он с декабря, я даже об этом в своих роликах говорю Что он начал просыпаться, он начал говорить правильные вещи То есть он уже не топит теперь за тему Советского Союза Он начинает понимать Он стал говорить, что каждый человек должен это понять сам То есть каждому пастуха не подставишь Не поставишь рядом с ним пастуха А все хотят, чтобы их кто-то ввел Сами не хотят решения принимать А должны сами Пока люди не станут разумными, не научатся Говорят, я работаю, мне некогда Вот я говорю, видите, вот работать на эту систему У вас время есть А получать знания у вас времени нет А я-то как раз начинал с того Что я там сидел, изучал, тут сидел, изучал Я, будучи, скажем, вот там То за замдиректора, то директор вот этих всех фирм Про которые я говорил для того, что надо было на что-то жить Я же изучил и бухгалтерию И вот эти все вещи Почему я в этих вещах разбираюсь Как вексельное право Как все вот эти бухгалтерии Когда вот пенсионные фонды всякие говорят Мне, допустим, смешно Я же знаю, что я как руководитель предприятия Я за себя не платил налоги Ну, даже по законам Российской Федерации Директор предприятия может не платить себе зарплату Потому что по Трудовому кодексу он должен платить работникам Там не написано, что директор должен Я этим пользовался Я жил, ну, по-другому маленько там Скажем так, знает, как работает система И ее иногда можно обманывать Но чтобы не обижать работников Я же понимал, что у них там семьи и еще что-то Я за них, скажем так, за них только налоги платил В результате, если я в пенсионный фонд За своего работника перечисляю бибарики Соответственно, и пенсионный фонд платит им бибарики Откуда там возьмутся рубли-то? Им там неоткуда взяться Потому что все предприятия платят пенсионные взносы Там 20 с лишним процентов Там 26 последний В бибариках Соответственно, в пенсионный фонд на счет поступают бибарики Пенсионный фонд тоже выдает бибарики Там неоткуда взяться рублей А у тебя эти фирмы же были, получается, зарегистрированы в РЭФе, в налоговую? Да А это персона РЭФовская? Это того, Антон Потому что, понимаешь У меня же работали люди Я понимал, что мне одному не справиться на тот момент И для того, чтобы не подставлять Вот этих же Ну, скажем Я бы не сказал, что это человеки Но это люди Они женского, мужского пола У них есть дети и так далее Зачем я буду их подставлять? Соответственно, для того, чтобы у них все было в порядке Все это делалось для них Сейчас уже несколько, скажем так, лет у меня нет фирм Я вообще ушел от всего этого Занялся вот чисто вот этой деятельностью В результате теперь мне ничего этого не надо Я как, скажем так, самозанятый Но без регистрации Именно просто самозанятый Ну, а ты как самозанятый зарегистрировался? Нет, зачем? Теперь-то ведь от меня никто не зависит А мне вот это не нужно Тут же надо Ты в самом начале сказал, что Ну, это Ну, никакие налоги не платил Это какие? Свои Ну, за себя в пенсионный ФСС Подоходный Вот это все, что я должен был платить Как Ничего не платил Как директор? Ну, да, как директор Ну, и предприятие у меня почти ничего не платило Не, подожди Налоги не платил какие? Как физлицо не платило налоги? Или директор вот этот, должностное лицо? Ну, и так, и так Ничего, и никаких претензий? Ну, претензии бывали Но умеет делать документы Знаю, как работает эта система Я, допустим, выиграл Вот У фонда социального страхования Суд Они тут захотели Вместо 0,2% С фонда заработной оплаты С моих работников Получать 5% Из-за того, что у меня там В видах деятельности Фирмы было Лесозаготовки Вид деятельности такой был зарегистрирован Но я этим не занимался Они увидев, что вот есть лесозаготовки А там, мол, опасность жизни для людей больше Поэтому там не 0,2% платится налог Фонд социального страхования А 5% Вот в результате я подал в суд На этот филиал номер один Фонда социального страхования Они написали в суд бумажку Что не могут быть истцом И ответчиком в суде Вот тут даже я был в шоке То есть, потому что Когда смотришь выписки Из единого государственного Реестра юридических лиц Там почти все зарегистрированы В каком-нибудь филиале фонда То есть, филиал номер один Там города Москвы Там филиал номер 6 Там города Санкт-Петербурга А оказывается, все эти филиалы Они не могут быть истами И ответчиками в суде То есть, они не являются Отдельными субъектами права В результате мне пришлось Поменять иск И подать против самого фонда Социального страхования То есть, заменить ответчика То есть, я подал на этот филиал В котором якобы моя фирма Была на учет поставлена Но в результате я поменял На фонд социального страхования Я выиграл первую стадию Арбитражного суда в Ижевске Они подали апелляцию в Пермь Я выиграл апелляцию в Перми Они подали в Егатеринбург По Уральскому округу Я уже туда не поехал Понимая, что первые две инстанции Я прошел Третья должна была удовлетворить Но третья там схитрила То, что я туда не приехал Они отменили две первых И не приняли нового решения Отправили обратно В результате я опять выиграл в Ижевске Выиграл в Перми И выиграл в Екатеринбурге То есть, прошел два круга В результате фонд Ему отказали Основанием было то Что фонд социального страхования Существует на основании Какого-то там своего внутреннего положения А так как это некоммерческая организация Он должен существовать На основании федерального закона О некоммерческих организациях То есть, сработало вот это То есть, я рассчитывал на другое В том числе и что налогов Нет, я там все указал Но сработало вот То есть, я несколько вариантов указал Почему я не хочу все это делать Сработал вариант Что оказалось Что фонд социального страхования Существует на основании Какого-то непонятного внутреннего положения Внутреннего причем А не распоряжение там правительства Еще кого-то А так как это все-таки Некоммерческая организация Она должна быть основана На основании федерального закона Вот, зная такие различные вещи Мелочи Вот, я прошел, грубо говоря Вот, шесть судов То есть, от первой инстанции Два раза Вторую Третью В результате вот Третью один раз развернули Но когда пошло по второму кругу Все равно все осталось на местах Просто уже пришлось Вот не игнорировать Скажем так Екатеринбургский Вот этот Арбитражный суд Уральскому округу А уже там, грубо говоря Написать туда бумажку Я все равно туда не поехал Но бумажку Я уже туда отправил С тем, что считаю Что решение первых двух инстанций Правильнее И так далее А что у тебя с регистрацией С паспортом РФ Ну, у меня есть временная регистрация В Москве Мне ее поставили На всякий случай А сам паспорт Находится в Удмуртии А, ты его не пользуешься? Вообще? Нет, я его спрятал Я же об этом говорил Я его спрятал Чтобы на всякий случай Даже если тут захотят Где-то что-то сил Они его не найдут Вот я сюда приезжал Когда в Москву Поставил на регистрацию Этот паспорт Ведь причем Когда люди спорят о том Что регистрации И прописка Вот раньше были прописаны Теперь зарегистрированы Я же вам показывал Информацию Со справочника Анциклопедического Времен Советского Союза Что прописывался паспорт А не гражданин Советского Союза Там прямо прямым текстом написано Что паспорт должен быть прописан Ни гражданин Ни человек А именно паспорт И регистрации подлежит Тоже паспорт Поэтому я его зарегистрировал Туда, когда ездил Отвез, убрал И пусть он там лежит А как же эти По квартирной карточке Там написано Именно прописан Фамилия, имя, отчество Тут есть хитрые вещи Понимаешь, Антон Вот если Вот тут в Москве Много гастебайтеров Как они называются Всякие Вот они когда сюда приезжают Регистрируются Они так как граждане Как бы считается Для Российской Федерации Другого государства Ну другой торговой фирмы Они должны жить По месту регистрации А вот это лицо Которое у меня в паспорте Оно как бы является Гражданином Российской Федерации Оно обязано вроде как Имеет регистрацию Но не обязано проживать По месту регистрации Но и с этим я тоже спорил На меня уже раза два пытались Ну еще года 4-5 назад Наложить штраф за отсутствие Регистрации Ну я им этот закон почитал Там написано Что вроде регистрация Обязательно А дальше в этом же Самом законе Написано Что регистрация Носит уведомительный характер И что отсутствие Регистрации Или ее наличие Не могут ограничивать Права гражданина Вот даже Исходя из этого Я их на место ставил У меня ни разу Штраф за это На меня не наложили То есть знания Они дают Очень много Даже вот Во всей этой системе У тебя задержания были По административке Или там Нет Я последний раз Вот Даже когда Вот я ролики снимал Прогулки по Москве Когда в том году Москву закрыли Я тут получился Грубо говоря Закрыт Апрель-май Я по Москве Спокойно гулял Причем было очень хорошо гулять Я Москву изучал пешком По 25-30 километров в день Выхаживал пешком По Москве Машин было Они были Но их было немного Пешеходов Общения было Ко мне несколько раз Подъезжали Спрашивали Чего ходите Я говорю Гуляю Вы знаете Что это Я говорю Так видите Никого нет Тут не то что полтора метра Тут полтора километра От меня Никого нет Начинаешь разговаривать Туда-сюда Они отвязывались Потому что Ну Так Лишняя возня Тем более Я же с ними разговариваю Что На основании Давайте закона Кто такой Собянин В результате Первая у меня Такая серьезная Ситуация была Это я ролик снял Когда на почте В ноябре прошлого года Мне отказались Выдать судебное письмо На почте Там в центре Москвы В результате Они вызвали полицию Хотя почта Сидит за стеклом Почтальоны сидят За стеклом Я мог уйти Я специально остался Дождался полицию Я решил на себе Это проэкспериментировать Ну Приехала полиция Из-за чего Из-за маски Из-за маски Да То что я отказался Одевать маску И так далее Вот они Не отказались Давать письмо Мне вызвали полицию Приехал полицейский В ролике Вот там видно Что Когда я начал С полицейским Разговаривать Он не то что Меня забрать Он взгляд вот так Фотолог поднял Стоял Слушал Как я ему законы Диктую И так думал Про себя Видимо На хрен Я сюда приехал Это в ролике Даже видно Зачем Я сюда приехал Я все равно Это все не запомнил Так он Не запомнил Он понимал Что ему И делать там нечего И когда говорят Вот там Они забирают Я говорю Все зависит от того Как вы себя ведете Он же вот Меня тоже хотел Увезти в машину Я говорю А зачем в машину Протокол Административного Промышения Составляется на месте У нас вроде нет Я говорю Так это ваши проблемы Вон с почтальонами Договоритесь В отдел позвоните Они там скинут вам По электронке Распечатают вам Почтальоны Они же С каким удовольствием Заявление против меня катают Что я тут нарушаю Масочный режим Ну и все На этом все закончилось Протокол он оформил Оформил С грубым нарушением Чем этот протокол Закончился Я не знаю Меня никто не вызывал На сайте судебных Ничего не висит По этому поводу У меня вот Прошло уже больше Чем полгода Поэтому Не знаю я Чем они закончат Потому что Вот доверенность Это односторонняя сделка И когда человек Выписывает на меня Доверенность Он совершает сделку А я нет И соответственно Паспорт заграничный Он устанавливает На территории Скажем так Ну или в субъекте Некоторым не нравятся Все эти Ну в субъекте Российской Федерации Устанавливает личность Ну лицо Это им самое главное Надо Вот А раз лицо Установлено Оформлять На него ничего нельзя То есть Почему говорят Вот в многих местах У нас не принимают Загранпаспорт Потому что На загранпаспорт Оформлять какую-либо Сделку на территории Российской Федерации Нельзя Она все равно Будет признана Недействительной То есть Протокол Должен оформляться Только на паспорт Российской Федерации А он Когда в свою базу Забил мой Загранник Чтобы найти Паспорт Российской Федерации Он его не нашел Его там нет Как так Ну вот У меня Еще я знаю Мне сказали У трех у меня Знакомых После оформления Скажем так Волеизъявления Фидевита Там Еще видимо После каких-то Там Действий Потому что Не смогли Установить точно Но после Вот различных Всяких Этих действий Почему-то С базы Паспорт Исчез Вот Это я прям Ролик записывал Он там ищет Я говорю Ну что Где он Говорит Ну я вот Не вижу Говорит У меня Видимо Связи с Судмуртией Нет Я не стал Ему объяснять Если у него Связи с Судмуртией Нет Почему он Видит Предыдущий Паспорт А не видит Тот Который Последний То есть Действительный Действительный Да Тот Который Срок ограничен А потом Что в следующий раз Получить заграниченный Придется Если вот Я с мистером Гуком Скажем Жене радио Вел Он все документы Умечтожил И потом Он сказал Что он Зря их Умечтожил Просто Надо уметь Ими пользоваться В определенных Случаах Иногда Они нужны Те же Пенсионеры Которые Ругают Российскую Федерацию Ведь они Пенсию Ходят Получают С паспортом Российской Федерации Мистер Гук Это который И ты с ним Общаешься Я с ним Общался До осени Прошлого года Хотя у нас С точки зрения Расходились Но вот осенью Прошлого года Они разошлись Окончательно И очень многие Как раз Мне подписчики Сказали Что Сергей Наконец-то Вы перестали С ним общаться Ну Я-то думал Он нормально Понимает А все-таки Оказалось Что он какую-то Свою политику Гнет Не совсем верную Поэтому Насколько я понял Он ездил В Краснодарский край Встречался С Топорковым И вот Под его влиянием Начал вот эту Всю свою Деятельность Вести Они там Духи У них не души Они там Духи Поэтому Это их там Проблема Пусть они там С этим сами Заморачиваются Я туда не лезу После этого Ну Я с ним Как познакомился Он что-то Что-то мне прислали В видео Его прямого эфира Он что-то Начал там Про меня рассказывать Что-то Недостоверные Сведения Начал сообщать Что-то там Говорил Я ему написал Короче Ну Я Что-то он Опять В ответ Опять что-то написал Я говорю Слушай Давай В прямой эфир Под запись Поговорим В открытую А не так Что-то У тебя на канале Там В комментариях Ты там Что-то можешь удалить И еще что-то Там Закомментировать И т.д. Ну Короче В итоге Он залез В прямой эфир Ко мне Пытался дозвониться Я говорю Подожди После прямого эфира После прямого эфира Я говорю Ну что Созванимся Он говорит Нет Так дело не пойдет Ну В общем Отказался Я что-то смотрю На это поведение То хочет Созвониться То не хочет То грязью поливает У ярлыки навешивает Ну короче На канале Эти ролики остались Он же там начал Вот после того Когда я С его точки зрения Не согласился Он там начал Что ты на меня кричишь Там еще что-то Я говорю Так Женя Я тебе три раза Сказал уже Вот одно и то же Ты все продолжаешь Но в результате Я остался крайний Но крайний-крайний Я спокойно ушел Потому что Ну что делать С человеком Он С одной стороны Был хороший Когда у меня знакомый Туда из движения Опять же Хабаровой Когда в 19-м году Еще поддерживал Я уже объяснял То что Ни денег с людей Они берут Я его попросил Их там встретить Ну и помочь Ну они ехали на Алтай Через Новосибирск Получается То есть в Новосибирск У них пересадка была Он их встретил Все проводил То есть они его знают Он с ними знаком Когда одна из этих Скажем так Женщина обратилась К нему за помощью Он в результате Отправил ее К своему помощнику Мигелю Мол Сам-то почему-то Не помог А там-то вот Все бесплатно сделал По моей просьбе Все помог Мне очень понравилось Что человеку должен Вроде как помогать Тем более там Я говорю Как время будет Так сделай Не будет времени Так и ладно Он вроде все сделал А тут он отправил ее К Мигелю А Мигель загнул Что вот там За какой-то там Пакет документов Она должна Ну то что вот Еще по блату Женя сказал Тысячу рублей А в результате Он меня ругал За то что у меня Монетизация на канале Стоит А тут сам вот За документы С людей деньги берет Вот весь вопрос А я объяснял Что мне лучше Монетизация Пусть мне платит Эта система Чем я буду С людей деньги брать Тем более Я за ней не гонюсь У меня не столько Много На своем канале Я зарабатываю Сколько Разговоров идет Кто свои Каналы имеет Тот прекрасно понимает Он же может Посчитать Сколько у меня Просмотров в месяц Под роликами Грубо говоря Все И спокойно Будет понимать Что это Ну 150 долларов Максимум Да это вообще Копейки Это вот При тех затратах Притом Потери времени Это грубо говоря Общей копейки То есть даже Десяти тысяч Ну Десять тысяч Где-то максимум Там выходило В общем 150 163 долларов Это было максимум А так обычно 80 110 120 Но в зависимости От того Сколько у меня времени Сколько роликов На снимаю Вот Сам Сам Месяц Может Долларов 80 Получится Потому что Вот последние Тут недели Я вообще ролики Не снимал Сам Ты безоплатно Людям Помогаешь Консультации По интернету По телефону Безоплатно В суд Хожу за деньги Но Не по московским Расценкам Потому что В Москве Одно судебное заседание Это 10-15 тысяч Грубо говоря Я же вот допустим В Москве Чтобы мне съездить На суд Мне надо Как минимум Полтора-два часа Дорога туда Полтора-два Обратно Плюс там Плюс очереди В судах московских Там иногда По 4-5 часов То есть у меня Пропадает целый день Соответственно Кушать хочется И так далее Но те С кем я работаю Они очень довольны И они даже Мне предлагают больше Я говорю Больше мне не надо Мне хватает На еду Хватает Вот какую-то одежду Купить Мне этого достаточно У меня Когда я начал Свой канал Жизнь поменялась То есть раньше Я зарабатывал Деньги Людям помогал Защищал их За свои Скажем так Деньги Но был бизнес Когда я бизнес Прекратил Я познакомился С такими Хорошими людьми Которые Взяли У меня были Свои два компьютера Один у меня В Удмуртии Один я в Москву Привез Мне прислали Ноутбук Да он Бушный Но он Грубо говоря Ему меньше трех лет У него даже Вот если у меня Был ноутбук Я за год В нем батарею Посадил Из-за того Что он у меня Все время Был включен в резетку Я его редко выдергивал А человек Пользовался Своим правильным И когда он себе Купил новый На предприятии Он этот мне прислал Говорит На тебе пригодится Причем он мне его прислал Мне даже на почту Не пришлось идти Мне его прямо Принесли на квартиру Где я живу Вот Он мне дал этот ноутбук Потому что Говорит Я понимаю Тут пока у тебя роли грузится На компьютере Ты здесь Не можешь работать И тебе это надо Но он приезжал сюда Ко мне Он видел Мою загруженность И так далее Вот Есть люди Которые Скажем так Вот мне тут Свитер связали Ну это клиентка Понятно что Но вот ей захотелось Она связала Вот свитер Она еще спросила Что ты хочешь Я говорю Ну вот Я выяснил У меня все время Эмблема даже была Вот Грубо говоря По современному календарю Я же тогда Еще не все тоже знал Постепенно Все эти знания приходят Стрелец И год лошади То есть я выбрал Кентавра Это как раз Сочетание стрельца И лошади И потом Когда я канал Придумал Я уже понимал В славянстве Разбирался Там конечно Моих знаний По сравнению с другими Кто-то скажет Много Я считаю Что их мало Потому что были люди Намного умнее меня Хотя мне говорит Корону нацепил Зачем Данилов во всей этой буквице И так далее Разбирался намного лучше Чем я Я с этим не собираюсь спорить Я просматривал его ролики Не совсем согласен Потому что у него На тот период Была одна информация У нас сейчас информации больше Ее начинаешь проверять Приходишь Соответствующим знаниям Но он Вот По буквице Он умнее чем я По бухгалтерии Здесь я буду умнее Поэтому Опыт у меня Просто в этом деле больше И когда вот Начинаешь все это изучать Понимаешь Такие вещи Что Я с удовольствием Смотрел одно время Девятого Но потом перестал смотреть Хотя вот Я общаюсь С одним Из Мужчин Скалем так Который общался С генералом Петровым Лично Когда он там В Новосибирске Вот он сам на меня вышел И мы с ним до сих пор Общаемся Вот он до сих пор Смотрит Девятого Потому что он Ну он умеет делать Этот анализ Всего что он говорит Про Китай Все таки он там В Китае же работал Там что-то По военным Или по дипломатическим Этим всяким вещам Он маленько говорит Вот смотри Вот так Вот так Вот так Ведь очень много Из того что говорил Девятого Действительно сбылось Просто кто этим занимается Они понимают Как происходит Управление людьми Вот когда Негреба Организовывал Обучение В девятнадцатом году В августе В Переславле Залезском И вот в том году В двадцатом марте В Москве Ну в Москве Я уже не пошел В Переславле Я вместо трех дней Приехал на один день Ну потому что Я эти все знания знал Вот походить На лекции Алексея Было бы очень многим Полезно То есть он все это Объясняет Без тем Российской Федерации Без тем Советского Союза Он объясняет Из того что Вот человек родился Он грубо говоря Нулевая вот линия И дальше он Расставляет Кто идет в плюс Кто в минус И как Скажем так Темные силы Еще как-нибудь Предикт Скажем так Зло можно назвать Как он вот тех снизу За счет Обмана И так далее Поднимает наверх К плюсовым И за счет этого Происходит управление Всеми остальными Поэтому так У нас же люди Вот не понимают Даже фильмы Можно смотреть Что вроде как Полицейские Слушаются своего командира А потом приходит Другой командир выше Говорит Арестуйте его Они арестовывают Потому что они Ну чисто Цеп*** Исполнители Они не понимают Что происходит И так большая часть У нас народа Я на сегодняшний день Точно убежден Что все те Кто призывает За советского человека За советский союз И так далее И так далее Они не понимают Что ими управляют И нашу страну Не буду говорить Российскую Федерацию Страну Где мы живем Хотят привести К той ситуации Которая сейчас в Украине И это очень хорошо понятно Кто в этом разбирается В политике Имеет хотя бы Какие-то знания Он должен понимать Что вот эти все Тем более им даже Объединиться не дают Их очень много Всяких этих движений Но они все разрознены Это чисто для того Что путь Украины Хотят сделать И пока то Что это не получается Меня это очень радует Ну ты знаешь За три года Я Три года назад В моем окружении Очень много было Именно тех Кто интересовался Темой СССР На данный момент Большинство Ну нет Не большинство Где-то примерно Половина Из них Перешло В тему В тему живых И вот именно В тему То есть они Осознали Что такое СССР Ну вот Многие у меня Тоже осознали Я же почему Вот если я раньше Ролики до Нового года Снимал Вот одно и то же Про коды Пытался людям Объяснить И так далее То есть я читал Эти документы Они говорят Что вот код 810 В Советском Союзе А я знаю Что код 810 Появился в 89 году Я в ролике Это показывал И документы Все За счет того Что в документы 1984 года По этим кодам валют Были внесены изменения И плюс к тому Что я вот людям говорю Так вы возьмите Вот у всех дома Почти эти советские денежки Так называемые Еще остались Во-первых Если вы их возьмете в руки Что на билете Российской Федерации Что на билете Советского Союза На деньгах Было написано билет А билет Как мы все знаем Связано с французским языком Это вексель Как раз И плюс к тому Что если они все утверждают Что 810 код Это код Советского Союза Тогда объясните мне В Советском Союзе Было два вида денег Был государственный Казначейский билет И билет Госбанка СССР Это разное название билетов Это разные деньги То есть достаточно просто Взять две купюры И прочитать Вот у Алексея Гранина Я когда к нему в гости приезжал Он целую газель вывез Шахты этих советских денег Там куча мешков была Но вот взять Просто вот он их мыл Сушил А вот взять и посмотреть Что на них написано Не судьба Когда я его призывал Алексея Грю Ты кроме Конституции 1977 года Еще хоть что-то почитай И когда вот сейчас Он другие Конституции Начал продавать Чтобы где-то денег Подзаработать Но он начал их и читать Для того чтобы их сделать Он стал понимать Что власть еще тогда Себя от народа отделила А на самом деле Она никогда не была С народом Что при царе Что после царя То есть Ленин Никогда не был за народ Это я точно знаю Там не будем говорить Чей он шпион Еще как-то Кто-то на это обидится Опять Но понимаете Ленин Это официально Даже история Из компартии Видно Что когда он уехал Там в 1900 году После ссылки Туда в Европу Он по 1917 год Здесь появился Всего один раз Когда была первая революция Но он появился Здесь буквально Месяца полтора-два И опять туда уехал То что он там Какие-то книжечки Еще что-то писал А кто вам сказал Что это он писал А не те На кого он работал Еще как-то И так далее Поэтому Очень много Про Сталина Я про Сталина Особо не трогал Но все-таки Начинаю понимать Что это та же самая ситуация Борьба за власть Когда мне пишут Что там Сталин В Сибири Изнасиловал девочку Я этого не видел Документов не видел Утверждать не буду Но Потому что Зачем верить Вот этим словам Очень много Всяких сплетен Там вот Хотят поменять Я говорю Ребята Вы вот исходить Должны из того Что мы знаем Я очень много В свое время Общался с ветеранами Я общался Со своей бабушкой У которой Вот мой дедушка В 51 году Умер от ранений Его в 44 году Еще списали По инвалидности Он вернулся домой В 51 году Он уже от этих ранений Умер Сколько я общался С ветеранами Больше В частности Умерла еще До перестройки Потому что Кто действительно Воевал Имел по несколько ранений Они не столько И долго не живут Очень много роликов Стратить Про подставных ветеранов Вот которые Смотришь Ему на вид Ты лет 80 А он медалек Нацепил Еще и сидит На Красной площади Хотя в этом году Вроде этого не было А до этого Вот несколько лет Я такое наблюдал Когда ходят Там У большого театра Там Всякие эти Показывают ролики Там же видно Что нету Не ветеран Это так Это Крим Как минимум 94 года Должно быть Так вот Это в этом году Я почему и говорю Я у Негреба Был в Координационном Совете Ну они меня взяли То что Вот я борюсь За справедливость А не то Что я там Советский Союз Их это не устраивало Но меня всегда Интересовал вопрос Почему Негреба Будучи гражданином Там Ну Они же Гажданами себя признают Почему он не борется Вот то же самое Не делает Ролики не снимает Про Украину Про всех этих Деятелей украинских То что у него там На родине Все это происходит Почему вот этот Обманутый Россиянин Или как он там Он живет на Украине Снимает ролики Что вот какой хреновый Путин Вот как тут хреново Все на территории Российской Федерации Как они говорят А почему они не говорят Что хреново на Украине У меня на Украине Есть знакомый Там действительно хреново Там они верили Зеленскому Что вот его изберут Я еще удивлялся А как он Как он не снимался Политикой Может управлять страной Но они же в это верили Они же за него голосовали Они наверное это Знаешь Смотрели КВН И думали Что это новости Вот Но у них там не КВН У них 95 Я как-то показывал Тут 95 квартал Только я их кусочек В свой ролик воткнул Они мне сразу раз И монетизацию На себя перевели Жадные ребята В общем Так что Когда они смеются Вот глупость Там я тут рассказывал Со своими знакомыми И говорю Вот смотрите Номер у них там есть Когда Не помню Кто из них играет Но один там из них Самый здоровый Привел лысого этого Он там бороду себе Нацепил Как бы невеста Но мужского рода Есть у них такой номер Не помню Друг-то у Зеленского Этот лысый Который Вот И в общем Там система такая Что Двое играют Отца И мать А один самый здоровый Это у них сын Который привел Девушку знакомиться А девушка-то Оказалась мужиком Ну они там Новые всякие Терения Туда-сюда И мама тут же пошла Которую Эта Елена Играет Вроде как В другую комнату И выстрел И они вместо того Чтобы вот Ити смотреть Что там мама Застрелилась Что за фигня И ее муж Который должен был Выгнать У сына вот этого Друга И так далее Они построили Вот это в самом начале Номера происходит И дальше этот номер Продолжается Минут 10-15 Как он с ними Там он Издевается Над этой невестой Мужиком с бородкой А Кашевой Вот я вспомнил Кашевой Сергей Сергей Ну давай Не будем обсуждать Этот телевизор Он и так уже надоел Ну давай Другие темы Пообсуждаем Это хорошие примеры Это вот мне скинули Как ролик Это же не телевизор Это мне скинули На ютубе ролик Говорит Вот там посмейся Отдохни Я когда посмотрел А чему там смеяться Тем более Вот я остался Без родителей В 11 лет Я прекрасно понимаю Вот как можно так сидеть Когда у тебя Мать застрелилась А ты сидишь С сыном И пьешь водку Обсуждаешь его Это вот так вот И у нас большая часть Народа такая Поэтому я в прошлом году Если раньше Я пытался им объяснять С прошлого года Я стал называть Без имен Без фамилий Причем что граждане Советского Союза Это недееспособные зомби То есть это оферта С моей стороны Я же не конкретизирую Кого конкретно А кто отзывается Они уже себя Сами такими признают И это уже Очень многие люди Начали понимать Что когда ты кидаешь Оферту Она же не относится Ко всем Она относится Только к тем Кто на нее среагировал Должным образом Ну а теперь Все равно Кто более-менее Скажем Поразумнее Начинает Вот у Миши Даже на канале Опять же заикнулся Что ему собаки Теперь нравятся Больше чем люди Я стал говорить Что человек Ты когда-то который Михаил Почукаев Правда есть Правда есть Который Он тут в одном Из последних роликов Заявил Что собаки Больше тебе нравятся Чем люди Мне же скидывают ролики Я так в ютубе Не смотрю На то что мне скидывают Иногда просматривают Когда время есть Вот Французские Эти учебники Разбирают Там тоже по-моему Михаил Канал не помню Не нашими буквами Написано Вот он тоже Там назвал Хомячки Вот я по-другому Что обезьяна Обезьяна То есть без мужского начала То есть у нас Если посмотреть Вот эта вся система Она все больше Размножается Только из-за того Что больше Женщин водят Во власть Потому что Женщина Она Я уже ролики На эту тему снимал Она для себя И для своего ребенка Сделает все Что угодно То что там У других детей У других женщин И так далее Ей наплевать Мужчина Он в этом смысле Более Порядочен Их не просто Во власть Вводят Их вводят На ключевые посты Чтобы в подчинении Обязательно Мужчины были Да Да Поэтому Вот оно везде То есть Если раньше Когда я по судам Начинал ходить В конце 90-х Вот уже сам Самостоятельно Там было очень много Мужчин судей Причем в Советском Союзе Тоже было очень много Мужчин судей Но были женщины Понятно Да Там же равенство Вроде как То теперь в судах Мужчин очень мало В основном женщин Они есть еще мужчины Но их очень мало И они в основном Седые все Ну там скажем так По-разному бывает Вот Поэтому когда смотришь Вот всякие эти Тут местные Смотришь Вот у Собянина Тут сейчас Блядь Что у него там Замк какая-то Миллиарды наворовала Тоже женская Это все Понятно Что вот это все На себя Они же не понимают Что это все С собой все равно Не утащишь А Уйдут они Из власти Даже Пускай не народ Там что-то перевернет А Вот допустим Как получилось Лужков ушел Пришел Собянин Лужкова все Доход упал То есть Вот то что успел Наворовать За счет этого Жил сколько-то Но Это же все равно Не вечно А могут прийти Те кто Еще посильнее Власть поменяет И могут новые Деньги придумать Или еще что-то И все что ты накопил Оно просто В пыль превратится Поэтому А я на сегодняшний день Вижу что банковская система Она рушится Почему я уперся в банки Потому что Когда в начале Еще года 4-5 Я там пытался Людям по ЖКХ Еще как-то помогать Все везде завязано Вот на эти Вот Скажем так Векселя Это действительно Векселя И поэтому тут Начинаешь понимать Что все это банковская система И когда говорят Вот это правда Неправда Но когда говорят Что вот все страны Там У одних воды не было Питьевого У других Этого Когда банкиры сказали Всем правителям Грубо говоря Ну это сказка Но оно в смысл Вот оно Как это работает Сказали А давайте вы нам Вот это отдайте И мы сделаем все Что у всех будет Как бы все И вот они это делают То есть природные ресурсы С нашей территории Распространяют Туда нам говорят Что за это платят А на самом деле Платят ли там это А на самом деле Не все так просто Вот А все вот эти сказки Про активы И так далее Откуда Никаких активов Нет Просто вот Мы признали себя Физлицами И все что из недр Добывается Оно принадлежит Порум Но всем Оно потом продается Делается деньги На этом И так далее То есть Меньшинство Имеет на большинстве Они из каких-то там Старых активов Это все Вот сейчас в реалии Происходит Наше время То есть Вот они добыли Допустим Сколько-то Нефти Они должны Грубо говоря С этой нефти Разделить на всех А потом Эти все Должны им обратно Сколько-то вернуть На содержание Армии Или еще как-то Допустим Как Михаил Задорнов Рассказывал Про вещего Олега То есть Он же приходил Даже к нашим Племенам Давайте Вы сколько Платите Половцам Вот столько Давайте мне меньше Я буду вас Охранять Вот весь результат Поэтому А сейчас Они вот Все это думают Но это все Будет наказание С этим Я не спорю Несколько мы живем Очень интересное время В начале Перестройка Потом смена Системы Но и она еще Будет Эта смена Системы Но могу Разочаровать Граждан Советского Союза Она будет Не к Советскому Союзу Все Намного В этой системе Проще То есть Люди не могут Элементарные Вещи Сочетать То есть Мы берем Молекулу В ней есть ядро И вокруг нее Как бы Крутятся электроны А возьмите Что вот это ядро Это солнце Ну к примеру Вокруг нее Крутятся планеты Это электроны То есть Мы живем Грубо говоря Не во вселенной А вот мы Молекула В каком-нибудь Организме И мы если Кого-то достанем Там этот организм Грубо говоря Выпьет таблетку И нас просто Умничтожит Еще там Не зря Всякие катаклизмы Происходят Поэтому Все оно В этом мире Все повязано Сергей Дай мне возможность Позадавать вопросы Так задавай Ты же задал Я отвечаю Просто я подробно Рассказываю Я так привык Задавай Задавай Постановление Пристава Это вексель Но ведь Если суд Допустим К примеру Возьмем Человек Проиграл суд На 200 тысяч банку Получил решение суда Если это вексель То он должен По этому векселю 200 тысяч Как бы заплатить Или с него Должны вычесть Но он там Еще должен Расписаться Потому что Вексель Предатель Он должен Обязательно Быть Но обычно Подсовывают Расписку Что копию Решения Заверенную Надлежащим образом Получил Это уже выдано Я же копию Получил Опять же Я расписываюсь За копию Я же пишу В этой расписке Что копию Не решение Не вексель Получается А копию Векселя Это ни к чему Не обязывает Стоп В вексельном праве Написано 1927 года Что копия Векселя Имеет Такую же Яридическую силу Это при утере Самого векселя Но они Утеряют Еще Надо все Они не теряют Он в дело Подшит Он же решение В дело подшивается На руки Выдываются Только копии А единственный Этот экземпляр Решения Он всегда Подшит в дело И причем Когда через Несколько лет Материалы Дела Уничтожаются Я сейчас Не помню Через сколько Вот само решение Остается Не всегда Но это ладно Я тут не буду спорить Я по другому Хочу это объяснить Вот смотри Пускай даже Я с тобой согласился Решение суда Это вексель Вот расписки Расписались Это вексель 200 тысяч Ты должен 200 тысяч Исполнительный Выдали Это тоже вексель Говоря Он же тоже На 200 тысяч Выдан Это еще 200 тысяч Пристав возбудил Исполнительное производство Он же возбуждает В соответствии С решением суда По исполнительному листу Опять же На 200 тысяч Это тоже вексель Но ведь Человека взыскивают Не 600 тысяч А только 200 То есть Получается Эти три документа Вот по системе Вот этих людей С вексельным правом Эти три документа Являются Единым векселем Но я ни в одном Из них Не расписался Но Я расписался Что получил Копию Постановления Я расписался Что получил Копию решения Но за исполнительный лист Вообще расписывается Другой человек То есть Истец Ну банк В данном случае А повестка А? А повестка А вот Последнее время Почему-то суд повестки Не присылает Он высылает Определение О том Что суд принял Такой-то иск К производству И назначена Беседа на такое-то 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 Когда ты в суд приходишь Ты уже там Без повестки Расписываешься В бумажке Что ты извещен На дате Следующего судебного заседания У меня сейчас чаще Так происходит Я уже Втихал повесток Роспись На извещение Почтовом Ну вот Я для себя То что я в суды Перестал ходить Я вот Объяснял Это надо понимать Ко мне приходит Определение Там или повестка Вот как-то Один раз присылали В течение Трех суток Я ставил Там свою печаль Писал Соответственно Еще подпись Что нет договора Там нету Никаких отношений И так далее Все это Возвращал С сопроводительным Со своим письмом В котором Объяснял Что они для меня Никто Звать их Никак От разных ситуаций По разному Поэтому я говорю Что людям Должны быть знания А не образцы Какие-то То есть Там допустим Один раз Судья была Назначена Судьей В 1999 Году Я там написал Соответственно Раз закон О гражданстве Вышел только В 2002 Году А закон РСФСР Который Они говорят Он не был Принят Верховным Советом Он был просто Подписан Ельциным А у нас Даже Путин Не имеет права Принимать закон Он их только Подписывает Соответственно Если тот закон РСФСР На который Что имя там РСФСР Какая разница Тот закон От 28 ноября 1991 года Он не был Принят Верховным Советом На нем Просто Ельцин Поставил Подпись А если закон Не прошел Процедуру Принятия На нем Появилась Подпись Президента Он никогда Не был Действительным Я все это Им Написал И отправил Чем они Там дальше Занимаются Меня не волнует Меня больше Не трогают И не трогают Ну а Сами Алунджи Индосамин Ты практикуешь? А я потому что Сейчас с векселями Не общаюсь Зачем я буду? Вот Индосамин Это что такое? Вот ты выпустил вексель Тебе нужны деньги Ты выпустил вексель Во-первых Для того Чтобы ты куда-то Мог этот вексель Продать Ну допустим Мне Должно быть Мое еще согласие Что я готов У тебя этот вексель Забрать И тебе взамен Этого векселя Дать те же бибарики Или деньги Или еще что-то Ну а вот это Денежное То есть вексель Это все-таки Денежное больше А не товарное выражение То есть Если мы оформляем Вот я уже объяснял Ипотечный Кредитный договор Под квартиру То попутно делается Закладная Вот закладная Является векселем Векселем Но она не отдельным Является векселем А обеспечительным Есть такое понятие Обеспечительный вексель То есть Она привязывается К векселю Как кредитный договор Тут я вот ролик Сейчас готовлю Я потом выпущу Я еще попытаюсь Объяснить Об этом один раз Хорошо говорила Гудемира Года два Два с половиной назад О том что Ведь у нас Судопроизводство По идее Должно быть на русском языке А русское слово Займ А кредит Это не наше слово Это раз Во-вторых Когда ты идешь К соседу К знакомому Ты просишь Занять денег А не дать в кредит Даже когда под проценты Потому что Слово займ Это займи Взять На время А кредит Это маленько другое И вот там в ролике Я это более-менее Подробно Попытаюсь объяснить Но у людей Знаний не хватает Не все это поймут Почему Вот если у тебя есть Там ИП Или просто счет Как у физлица Потому что в банке Есть счет только у физлица Или у юрлица У нас все счета Пассивные Ну вот кто в этом Разбирается Тот поймет А есть У банка Есть еще Активные счета А вот в активных счетах Дебит Кредит Станет переделан И вот за счет Названия Кредитный договор Почему это Вексель И даже когда Банк высылает Вам доп Условия Бывает дело Вместо кредитного Договора Или индивидуальные Условия Вы там Ставите подпись Обязательно Без вашей подписи Это не документ Потому что Когда вы поставили Подпись Вы стали Векселя Дателем Нету подписи Нету Векселя А индосамент Это уже передача То есть Вот допустим Ты выпустил Вексель на 100 тысяч Тебе надо 100 тысяч Ты понятно Что понимаешь Что 100 тысяч Без процентов На 5 лет Тебе никто не даст Ты там в этом Вексель заложил Что через 5 лет Кто-то придет С этим Векселем И ты ему Выдашь уже 150 Ну к примеру Там можно 120 Давай возьмем Чтоб не было Слишком жадно Соответственно Я согласился А потом мне срочно Стали нужны К примеру Деньги А ты мне Не можешь сейчас Этот Вексель Я к тебе не могу Прийти раньше Чем через 5 лет Я решил этот Вексель Продать другому Говорю Вот я тебе сейчас Его за 100 За те же самые 100 Что у тебя купил Или за 105 Отдаю А ты там Уже 2 года прошло Ты там через 3 года Получишь уже 120 Ну там Он соглашается Соответственно Вот здесь Мне надо сделать Индосамент Что без оборота На меня Если я этот Индосамент Не сделаю То потом Вот этот человек Кому я твой Вексель передал Ну или там Он еще несколько раз Передал Когда они придут К тебе Окажется Что ты не платежеспособен Или ты вообще исчез Или умер То они придут Ко мне И они имеют право Всех кто в этом списке На второй страничке Векселя Написан Истребовать этот долг С нас А вот если я Сделал этот Индосамент Что без оборота На меня То с меня уже Они взыскать не могут И почему не могут А потому что Каждый последующий Кто этот Вексель Перекупает Он видит эту надпись И он видит Что вот допустим Когда я Векселями занимался В 90-х Вот если На Векселе Нету Индосамента Ни одного А его купили 15 человек Этот Вексель Стоил дороже Чем если Вот из этих 15 человек 13 написали Индосамента На 2 нет Потому что Кто разбирается С Векселями Он понимает Что в случае того Если Векселедатель Пропадет В первом случае Он может получить Деньги с 15 человек А во втором Только с 2 Вот это вся система И когда Все это начинаешь У нас же люди Только часть законов читают Я же говорил Надо в совокупности Все это изучать Поэтому Вексель Это все-таки Финансовое Обязательство Денежное Оно не может быть Вещевым Вещевое Там переходит Только в случае Наличия залога Но это уже Вексель Залоговый Вексель Там есть такое понятие Слушай Мы сейчас Исследуем практику Вот у меня Было несколько случаев Народу очень много Присывают Административные Протоколы Пишут Без оборота На меня И такие протоколы Не доходят Суда Разваливаются Их либо возвращают Либо они просто пропадают А это от безграмотности Полицейских Потому что В протоколе Должна быть Подпись Соответствующая Паспорту Ведь протокол Оформляется На физлицо А подпись Не соответствует То есть Получается Что расписался Другой человек Вот эта безграмотность Наших полицейских Она Вот эти все лишние записи Это считается Протокол испорченным То есть Вы не вексель делаете Вы протокол портите Вот так же Как у меня Полицейский Когда мне оформил Протокол На загарован паспорт Он его уже испортил Протокол На территории Российской Федерации Как они считают Он должен оформляться Только на паспорт Российской Федерации Он не может оформляться На водительское удостоверение Еще на что-то Подожди А если написано Там есть графа Документ Удостоверяющий Личность По правилам Дорожного движения Можно оформить На водительское удостоверение Еще Но это там отдельно записано Что Когда ты едешь за рулем То можно оформить На водительское Указывается машина Указывается водительское удостоверение Но только два документа Вот По ГИБДД Водительское удостоверение В остальных протоколах Паспорт РФ Я тебе другой вопрос Хотел задать Говори В административном протоколе Есть такая графа Личность установлена Под следующему документу И там обычно Пишут Паспорт РФ А если там Бывают такие случаи Что вызывают человека Составить административный протокол Он не приходит Составляет В отсутствие его Соответственно его нет Паспорта нет Они туда вписывают Форма 1П Ну вот В форме 1П Там же есть паспортные данные И у меня вот Знакомого судили Я как раз Ходил в дело Он спрятал паспорт А в суд Все-таки пришел В суд Он пришел Судья говорит А где у вас документ Он говорит Нету Я там гражданин СССР Но он не живой человек Он говорит Я гражданин СССР Туда-сюда Она говорит Да мне документы Подтверждающие Ваши гражданства СССР Еще что-то Он говорит Так вы у меня сами там забрали Вот эти МВД Еще что-то И так далее Она перенесла судебное заседание Когда мы пришли через неделю Там была форма 1П Она послала запрос И оттуда прислали форму 1П Соответственно вот те Кто в свое время Когда получая паспорта И рвали Или изымали форму 1П Они своего рода подстраховались Потому что если они не показали паспорт А в МВД сделать запрос Формы 1П нету То соответственно Привлечь его будет к ответственности Уже сложнее Хотя данные вашего паспорта В МВД все равно остаются Они не только в форме 1П существуют Они у них есть там на других бланках Это я точно знаю Плюс к тому Что в компьютере все это заложено Но там нет вашей подписи Это уже не действительный документ Некоторые вот у меня С теми с кем я общаюсь Я же с многим людей По всей стране общаюсь Многих это спасло Я знаю что народ Забирал форму 1П При замене паспорта Не расписывались там Дальше проходили суды Но все равно они поднимали форму 1П Предыдущую То есть первичную Либо предыдущую А по предыдущей не может Там же указывается В форме 1П Когда выдан паспорт В каком этом и так далее То есть это нарушение Это можно даже В соответствии с их законами Отменить Вот у меня сейчас недавно Знакомая ходила в банк И мне говорит Отказались счет открыть Я говорю почему А я говорит Последний сейчас паспорт меняла В 45 И я там подпись не поставила Говорю ну правильно А я говорит Прошлый раз ходила Мне все сделали Я говорю понимаешь Вот там работник Который сидел на кассе В банке Она была бестолковая И она на это не посмотрела Что у тебя в паспорте Нету подписи А это попалось грамотно Потому что согласно Их всяких бумажек Паспорт без подписи Является недействительным Стоп Мне вчера или позавчера Прислали ответ Из Бирбанка Официальный Что паспорт РФ Без подписи Не является недействительным И может быть принят К обслуживанию Не знаю Первый раз слышу Сейчас я не помню точно Я уже года полтора Туда не залазил Там был официальный документ Что паспорт без подписи Является недействительным Не в смысле недействительным Совсем Он является удостоверением Личности Но на него нельзя Оформить ни одну сделку Ни открыть счет Не получить деньги Ничего такого Вот мне У меня на странице ВК Потому что Очень многие Запрос через интернет Скидывают Проверить паспорт Есть ли он Среди недействительных Вот такие вещи То есть Он является Как бы настоящим Но он неприменим В действии Это все зависит От сотрудников Которые безграмотные То есть Нету подписи Нету Почему Раз нету подписи Неизвестно Как ты расписываешься Ты можешь расписаться Любой подписью А потом в паспорте Сделать другую Сказать Что это не ты Расписался Хорошо Я попрошу Мужчину Который мне прислал Этот ответ Сбербанка Пойти и совершить Операцию Вместе с этой бумажкой Заснять на видео Но попробуй Пусть попробуем И вот в одном случае Может сотрудник Может ему даже Несколько раз Придется сходить Вот сотрудник Заметит вот эту Всю ситуацию Что нету подписи Или не заметит Он покажет Паспорт без росписи Допустим Они скажут Он недействительный Он достает бумагу Официальный ответ От них же От Сбербанка Если так сделать То будет очень интересно То есть Когда он предупредит Скажет Вот у меня паспорт Он без подписи Но я хочу у вас открыть счет Откроет Зачем предупреждать Пошел в одно отделение А ну или так Хочу один рубль снять Снял Пошел в другое отделение А у вас недействительный А вот бумажка Я почему так и говорю То есть Надо или несколько раз Сделать к разным операторам Или в несколько банков Или надо предупредить оператора И сославшись на эту бумажку Заставить его открыть счет Ну чтобы не бегать В 10 банков Не оператора не заставишь Там сразу надо выходить На уровень руководителя Подразделения Он уже заставит Там же очень много Они же сейчас Очень много всяких глупостей Пишут У них же задача такая Они предоставляют Услуги населения Вот он сделал отписку Вот если это государственный орган Банк-то это не государственный Но вот Когда вы администрации Там прокуратуру Он в течение 30 дней Вам отписку Сделал любую По смыслу подходящую Нет Все он свою работу сделал Он услугу оказал Он ответил на ваше обращение Причем когда я им четко пишу Сейчас вот допустим У меня было несколько случаев Заявление о преступлении Что я по статье 306 УК РФ предупрежден За ложный донос И так далее Они мне все равно отвечают Как на обращение Не как заявление о преступлении Хотя я даже куст получил И потом приходится С людьми идти в суд По 125 статье И обжаловать Все эти постановления Ты сразу на 125 выходишь Но если они отказались Возбудить уголовное дело То сразу 125 А почему не 124 Ну там по уголовным делам Ну можно там 124-125 некоторые пишут Я просто пишу 125 Нет 124 это обжалование Вышестоящие органы 125 это через суд Лучше через суд Вот у меня сколько раз Такого было В суд подаешь Потом приходишь А прокуратура уже все отменила Потому что понимаешь Система какая хитрая Когда ты жалуешься прокурору Он может тебе отписку написать И ты потом опять пойдешь в суд А когда ты идешь в суд И обоснованно написал А в таких делах В суд приглашается обязательно Представитель прокуратуры Очень часто прокурор Это постановление сам отменяет Еще до суда И судья отказывает В связи с тем Что прокурор уже и так все отменил То есть я на прокуратуру Воздействую таким образом Это более Я тебе скажу Что я вот Когда 2 февраля Было незаконное Отключение от электричества Я Написал сообщение О совершенном преступлении Там указал множество статей Штук 20 или 30 Мне приходит Отказ в возбуждении Уголовного дела Вообще безграмотный На две странички Никто не опрошен Права не разъяснены Сроки обжалования Процедуры не разъяснены Ну короче По 124 обжаловал Выше это В прокуратуру Прокуратура Присылает ответ Что А мы уже типа Это Среагировали Отменили Поэтому Ну реагировать не на что Через месяц Приходит Один в один Точно такое же Постановление Об отказе В возбуждении Уголовного дела Я его опять обжалую И короче У меня так уже По четвертому кругу У меня на руках Четыре постановления Об отказе В возбуждении В возбуждении Уголовного дела И это длится уже Сколько Третий месяц Вот у меня Круги 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 У меня вся эта ситуация Только не по электричеству Там по клевете Длилась С четырьмя Вот этими Отменами Четыре раза Даже через суд То есть Выносит постановление Участковый Я обжалую в суд Прокурор отменяет Участковый Участковый Там одну максимум Предложения изменит Опять и так далее И так было четыре раза За полгода Все это протянулось Но Не из-за того что Судя Из-за того что Участковый Со сроками Все время тянул Суд-то там Такие заявления Чем еще удобно 125-е Там суд рассматривает Это заявление Обязательно в течение Пяти дней И задержки Не было ни разу То есть Если я по 125-е Заявление в суд Подаю В течение пяти дней Обязательно заседание Состоится первое Хотя бы И обычно прокурор На этом все и заканчивает Если грамотно составить Вот у меня там Есть ролик В результате Я стал отцом Неизвестного мне ребенка От неизвестной мне женщины У меня там ролик Даже на канале есть Он там давно-давно вышел Я его чисто для себя Скидывал В то время еще канал Я не вел Просто вот зарегистрировался Чтоб комментарий оставлять А у меня есть такой ролик То есть там Про дятел На эмблеме дятел У этого ролика И так далее То есть фактически Женщина Если бы она знала О том Что есть Вот Мне отказали Привлечь его По уголовному делу К ответственности За клевету В связи с тем Что факты Как бы Являются достоверными Там так и написано А раз достоверными Значит он меня там Обвинял Что у меня там Какая-то женщина У меня от нее ребенок Что я не плачу элементы И всякую фигню В результате Я уже через полтора года После вот этого решения Суда Где мне отказали Даже через суд Возбудить уголовное дело Я все-таки узнал Что это за женщина Я знал Что этот Я с этой женщиной Был даже знаком Но я с ней был знаком За полтора года До того Как она встретила Своего мужа Соответственно Она его встретила Они там Переспали У нее родился Через 9 месяцев Как положено Ребенок Но вот он Можно же обжаловать Вышестоящих Да Я его обжаловал Верховный суд Удмуртской республики Оставили все в силе Я давно борюсь С этой системой Поэтому у меня Очень много разных вещей Я допустим Когда в Удмуртии Жил Помогал знакомым Там по судам С ГИБДД Документы составлял И так далее В результате Прошла команда И меня оставили Бесправ тем Что я вроде как Совершаю Там обгон Не по правилам В результате Когда я пришел в суд Гаишники предъявили Одну видеозапись Я предъявил другую Они Что моя машина Вот так вот Совершает обгон Неправильно А моя видеозапись Просто я иду по обочине И снимаю дорогу Дорожные знаки Которые идут В результате На записи Инспекторов ГИБДД Три дорожных знака А на моей На этом же участке Семь дорожных знаков Я судья говорю Вот видите Куда четыре знака Это делается Они просто Внаглую Вот так нарезали И склеили А судья говорит Сергей Сергеевич На вас заказ Бесполезно Дергаться Я попытался Я попытался Обжаловать В районный суд В районном суде Судья Есть такой Христолюбов В Завьяловском Районном суде Там в Удмуртской Республике Он мне Причем фамилия Такая Христолюбов Он мне написал В решении районного суда Решение окончательное Обжалованию не подлежит Я тогда вообще Говорю Ты не божителимся По фамилии Что ли Это возместил Он говорит Будешь выступать Я тебя вообще рискую Я говорю Да мне уже давно перестал Я бояться Не страшно Говорит идите отсюда Идите не бойтесь В другом месте Я Сдал Скажем так Хотел машину У меня тогда была Десятка Наша обычная ВАЗ-21-10 Я хотел ее перекрасить Перепродажу Уже старенькая была Более-менее Ведь перевезти Меня поставили В очередь В автосервисе В одном сельском В Удмуртии В результате Потом Вышел на меня Слесарь Говорит Вот у меня Друг Или брат У него двоюродный Хозяин автосервиса Там очередь А я хочу По ночам Подработать Мне надо денег Давайте я Вас подкрашу И все это Ну я ему дал Он говорит Что покрасить Надо документы На автомобиль Я ему дал В результате Он продал Мой автомобиль От моего имени Было заявление Соответственно Денег он мне не дал Он оказалось Что влетел В какие-то долги Ему надо было Рассчитываться И он соответственно Продал автомобиль Рассчитался с долгами А мне сказал Потом рассчитается Со мной То есть грубо говоря Он купил Как бы у меня Таким образом машину Но рассчитается со мной Тогда Когда у него деньги будут В результате Я написал заявление Но это еще было Лет 8 назад 9 И мне в полиции Сказали Что в связи с тем Что он не отказывается С вами рассчитаться Это не является Уголовным преступлением А все из-за того Что им надо было Вот Я давно с этой системой Борюсь И поэтому против меня Эта система Таких палок Делала Что это кошмар Меня оставили Без автомобиля Меня оставили Без прав Чтобы я не мог Передвигаться Я давно уже Этим занимаюсь Подожди Хочу вопрос задать По той же теме Получается 125-го ПК Имеет преимущество Перед 124-й Только в том Что можно через суд Их хотя бы В первой инстанции Повзывать всех И под видео заснять Правильно? Да, можно Причем в данном случае Суды чаще идут На разрешение видеосъемки Чем в обычном Судебном заседании Ну не знаю Наверное Только не в моем случае Потому что у меня тут Такие ролики Что мне даже Бурлунский заявил Что у меня какая-то Неадекватная видеосъемка Получается Ну это они так говорят Потому что я же в начале Когда в 90-х Всем этом более-менее Усиленно начал заниматься Меня тоже особо Не трогали А потом Когда поняли Что вот Все это идет 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 А потом же Я же еще Начинаю ссылаться Да у нас право Непрецедентно Но у нас законодательство Это вроде как Единое И в подобных ситуациях Решение суд Должен вносить Все равно Одинаковое Вроде как И показывают Те решения Суда В которых я участвую В результате Им это не нравилось Вот Они всячески Ставляли палки в колеса Вариантов У меня был случай Когда Я трудился Мне надо было Скажем На что-то жить Человек Меня взял на работу Я говорю Тебя оформлю водителем Вроде как А ты Будешь у меня Вот это Это Я тебе буду Нормально платить Новый бизнес У меня начинается Я говорю Ну ладно Думал Что проблем То нету Я отдал ему Трудовую А он ее в стол Бросил И оказывается Там никаких записей Не делал Он мне там Какие-то авансы Платил Говорит Так Сергей Бизнес новый Тебе же на еду Хватает Я тебе потом Зато много дам Что-нибудь купишь А через полгода Он мне вот так Трудовую на стол Кинул И все Не понимая С кем он связался В результате Я подал в суд Вот я защищал Себя один А с его стороны Было три адвоката Из них два Бывшие судьи Которые в свое время Перешли дорогу Президенту Удмуртской республики Была сейчас глава Удмуртской республики А тогда должность Была президент Удмуртской республики И эти два Судьи по пьяни Как-то вечерком В ресторане Перешли А там гуляла Вот еще администрация Перешли дорогу Перепутали Скажем так Карамсы И наехали на президента Республики Когда они на следующий день Пришли на службу Вот они вечером Гуляли в ресторане А когда они на следующий день Пришли на службу Им уже сказали Что они уволен А судьи вроде как Назначают в районных судах Президент Российской федерации А уволил Президент Удмуртской республики Причем за ночь Когда я получил документ Из госсовета Удмуртии Что мировых судей В Удмуртии нет Потому что они мне Прислали копии Несколько Постановлений В каждом постановлении Назначения мировых судей Там 10-15 судей Ни одно из них Не подписано Главой госсовета Но стоит печать И штампик Я и в роликах Показывал Что копия верна Я и следственный комитет Оббегал И МВД После этого Следственный Заставил Госсовет Год наверное Каждый месяц Мне письмо присылали Год больше Они от меня тут Отписывались Им сказали Сами накосячили Сами исправляйте А когда я ходил К замминистру МВД Он пытался На меня На травить Службу Собственной безопасности Они ко мне Приезжали Мы с ними Побеседовали Я им показал Удостоверение Человека Они говорят Я такого еще не видел Я говорю У меня других нет Она говорит Нам это не пройдет Я говорю Ну ладно Для вас лично Могу еще Военный билет Показать Советского Союза Она говорит Ну давайте Это более-менее Еще меня устраивает Вот Она там записала И я там Им прямо Под запись Так и сказал Я говорю Они уже Экспертизу провели Моего ролика Все сделали Я говорю Вот понимаете У меня вот К этому Гражданину Карепанову Не помню Как его зовут Претензий нет А к замминистра МВД Как к должностному лицу У меня претензии не есть И об этом Я вам прямо скажу Ну они мне сказали Что у них есть Специальный отдел Который найдет Как меня привлечь Но в результате Вот прошло уже больше Двух лет с половиной Все А это административка Никто не привлек Но СБ Служба безопасности Ко мне приезжала Только административка Три месяца Там она Три месяца Через суд Да Но на всякий случай Там же министерство Они могут все это И переделать Какая им разница Скажут Ну как Вот они ролик Они ко мне приезжали В конце июля А ролик у меня вышел В апреле Девятнадцатого года Ну и на прием Мы ходили где-то В марте По-моему Девятнадцатого года То есть Они вроде как Сказали Что вот они Увидели в интернете Только вот В начале июля Сделали экспертизу И приехали ко мне С разборками Можно ведь было Вот то Что они меня опрашивали Изъять документ И приехать Сказать Вот скажем Через полгода И сказать Вот мы в интернете Ролик увидели И решили против вас Дело возбудить Это же не проблема Сколько у нас В судах документов У меня сейчас В Москве есть дело Где Из материалов дела Пропали документы Причем Пропали документы Подтверждающие Что банк Передал закладную Другому юру лицу Соответственно Банк не имел Права обращаться В суд А банк обратился Московский юрист Дело проиграл Признав наличие долга Просил только суд Уменьшить проценты Человек мне позвонил Вот я Первый мой клиент По Москве В девятнадцатом году В июле Она мне позвонила Мне нужна ваша помощь Вот так и так Вот я начал ездить К ней в Москву Вначале я в Москву Только приезжал Она готова была Оплачивать мне дорогу Вот пока я тут Не остановился Из-за того Что тут дел стало больше В результате Чем туда-сюда кататься Тем более Брать каждый раз 7-8 тысяч на дорогу Туда-обратно Мне было неудобно В результате Я все дела Которые в Удмуртии Закончил И новые дела Брал уже тут В Москве Но вот С июля Девятнадцатого года Она мне наняла Решение Суда было проиграно Уже в первой инстанции Решение Вступило в силу Апелляцию было поздно Подавать Боремся до сих пор Но очень все сложно Потому что Никто вообще ничего не делает И заявление о преступлениях Подавали Кус получали Следственные писали Куда только не писали Пересматривать дело Не хотят Потому что тут Чистейшая уголовка Слушай У меня два вопроса осталось Что такое паспорт По твоему мнению Паспорт Это когда человек Отказывается от того Что ему В этом мире Принадлежит От своих прав Грубо говоря Входит в эту Правовую систему А право Придумано Для управления Даже вот Естественное право Его же кто-то придумал Кто-то уже записал Потому что Если вот мы Начинаем разбираться Вначале Люди общались Ну Образами могли Что-то передавать Потом Соответственно Они решили Все это научиться Записывать Начали записывать Ну Вот эти всякие Там Руны И так далее И так далее Ну Для общения между собой Хотя тоже не совсем понятно Потом появляются Всякие другие Которые там Убирают Сокращают Переделывают В результате Ведь очень много Значений слов Нам поменяли Поэтому Как-то так Поэтому Поэтому паспорт Когда человек Получает паспорт Он отказывается От Он Грубо говоря Признает себя Физлицом Он отказывается От прав человека Но я В Москве В Москве У меня Собода Створения Человека Только Они говорят Ваши документы На основании Вот надо Сейчас заберем Я говорю Ладно Вот на Тебе Я такого Нифига Можно сфотографировать Мы такого не видели Я говорю Можете Они говорят Так это не документ Я говорю Этого документа Вам достаточно Для того Чтобы вы там Позвонили В отдел И по рации Там где-то Что-то выяснили В результате Они все выяснили Что такое лицо Существует Сказали извините И ушли дальше Ну и Последний вопрос Как думаешь Какое будущее Нас ждет Не знаю Потому что Вот все чаще Чаще Я уже об этом говорил У меня очень многие Знакомые Говорят А что ты хотел Ты еще ведь Генерал Петров Говорил О том Что самым трудным Будет пережить Период зомби Ну плюс к тому Что Всегда Вот я в роликах Тоже сказал об этом И Петров Как-то говорил Что не человек Произошел от обезьяны Человек превратился В обезьяну То есть это как бы Наши прошлые цивилизации Туда ушли И чем меньше И более дикая обезьяна Тем просто Это раньше цивилизация была То есть Человекообразные обезьяны Это одни из последних Цивилизаций уже И мы сейчас туда идем Причем усиленными темпами Соответственно Для чего они начали Придумывать искусственный Интеллект Потому что Люди вообще Перестали думать Люди ничего не хотят делать И при этом Они вынуждены Делать так Чтобы за человеком Все это делал компьютер Но без компьютера Без искусственного интеллекта Когда вот эти все кричат Они же не понимают Что если сейчас Компьютер программу Вот даже Ну взять опять же В Москве Раз я сейчас здесь Взять вырубить компьютер В одном из автопарков То есть водитель Он конечно сюда Приехал зарабатывать деньги Он придет на свое Рабочее место Он пройдет врача Получит Путевку Он уже получить не сможет Потому что Программа диспетчеру Не сказала На какой маршрут Его поставить В результате Они просто придут на работу Выехать не смогут Потому что Без компьютера Определить кто куда Какой автобус Каким номером Куда на сегодняшний день Едет невозможно Плюс к тому Что вот тут хочу добавить Я не понимаю Сейчас очень много шума С прививками Со всей этой фигней Я согласен Что прививки ставить не надо Но система Это ведь понимаете Если бы сейчас был Советский Союз А я там жил Вот там мне прививки Ставили меня Не спрашивали Они там были Просто обязаловкой Там не было добровольного Там была обязаловка И если бы сейчас Был Советский Союз То все вот эти крикуны Они бы уже давно Были все прибиты И все бы ходили В масках Как вот Китай Социалистический Но там сказали Будете носить маски И они носят И то же самое Было бы сейчас у нас Если бы был Советский Союз Я не хочу Не-не-не Ты ошибаешься Не по принуждению А по совету Советы же решали Советы же Так советы Это какие решали Наверху решили Вниз скинули А нижние уже исполняют И так далее Эта цепочка Она всегда работала От пирамиды Даже не зря У всех этих масонов То есть у нас от одного От кучки людей К вроде как От кучки А на самом деле Не от кучки Потому что я же Конституцию разбирал У нас ни в одной из Конституций Кроме 1977 года О партии не говорится Но правило Это в стране Всегда партия Что Сталин Он был генеральный Секретарь ВКПБ Или просто секретарь Он там себе должность Убавил Зачем генеральный Если я всего один Вот у него там Если вот разбираться Какие должности Были у Сталина Он то был генеральный Секретарь ВКПБ То просто секретарь ВКПБ Но в Конституции Нет такой должности Как глава государства Но ведь Сталина Слушались все А фактически Это по Конституции Главой государства Был Калинин Который Выполняя обязанности Председателя Верховного Совета РСФСР Автоматически Выполнял обязанности Председателя Верховного Совета СССР У Советского Союза Тогда даже Правительства своего Не было Потому что Это было в Конституцию Заложено Что правительство РСФСР Исполняет обязанности Правительства СССР Кто это все изучал То должен понимать А должности такой Как секретарь Генеральный секретарь Не было Но они все Ему подчинялись Когда пришёл Хрущёв, он тоже был генеральным секретарем тогда уже КПСС, но в Конституции 1936 года нет такой должности. Глава государства, председатель Верховного Совета Брежнев, но Брежнев уже был хитрее, он объединил две должности и обе себе забрал, и у него уже были полномочия командовать государством, потому что он возглавлял две должности, председатель Верховного Совета и генеральный секретарь КПСС. Когда вот это всё изучаешь, начинаешь понимать, почему я к Гаранину ездил, он мне нравился, и пытался ему объяснить, потому что мне казалось, что у него есть голова, если он начнёт изучать, он начнёт понимать, что происходит. Я и с Сергеем, поэтому стал общаться с канала «Думай сам». Он тогда ещё, вот пока он был в профсоюзе у Дёмкина, вот там, где денежки соскребают и так далее, я с ним не общался. А когда вот он уже создал свой канал, мы стали с ним общаться, мне очень нравилось с ним общаться, где-то я что-то от него возьму, где-то он, то есть, я не говорю, что у нас с ним взгляды сходятся, но они в основном сходятся, потому что вот, что Михаил с канала, правда, я сейчас стал говорить, что каждый должен сам становиться разумным, он должен стремиться к этому, не пастуха искать, а сам получать знания. Что, Сергей, вот в беседе с тобой об этом же говорил, что каждый должен сам. И я пытаюсь людям это объяснить, что если вы не захотите получать знания, пастухи вас всегда будут уводить в сторону. Нельзя увести в сторону того, кто имеет определённое знание. Я три года назад об этом тоже говорил, мне не нужен ни пастух, ни овцы, я сам по себе. Да, потому что если вот, когда я начинаю с людьми разговаривать, я говорю, понимаете, вот если вы там где-то что-то рвётесь, вы же должны взять на себя ответственность за все. А я вот готов взять ответственность вот за тех, кто у меня в друзьях, ну в близких друзьях, не в одноклассниках ВКонтакте, а в реальных друзьях, потому что я их знаю, я знаю, что они меня не подведут. Но я не готов взять ответственность даже за какой-то там народный совет, допустим, города Ижевска, потому что он сегодня вот сказал, да, я так, а тут за угол ушёл, стал делать по-другому, потому что он неразумный, он не понимает. Они все ведутся вот на все эти обещания, на пустые, что рубль там тысяча, это к тысяче, а рублей вообще не было никогда. Вот после революции их там сколько-то червонцы выпускали, я в своих роликах показывал, года до 24-го, максимум до 27-го, а потом денег, настоящих денег, обеспеченных золотом, не стало. Появились векселя, вот эти билеты. Причём во всём мире, не только на этой территории. Все денежки были, все деньги были заменены на векселе. Банки. Ты видел видеоролик Михаила, правда, есть, где он там Сбербанк припёр, не могли ему рубли выдать. А так они ему не выдадут, у них их нету. Я же только что объяснил. То есть вот я налоги перечислял, пенсионный фонд, вот зарплату. То есть у меня был свой магазин стройматериалов, была бригада строителей, ну, одноэтажные дома, людям сейчас строили частникам. Вот они мне платили в кассу предприятия бибарики. Я эти бибарики снимал с кассы и нёс в банк на счёт фирмы. Со счёта фирмы платил за стройматериалы и платил людям зарплату. Людям я на счёт перечисляю бибарики, как банки могут выдать рубли, если бибарики пришли от меня. А тем более, когда у меня сейчас очень много знакомых работников банка, кто вот тут сидит, на первой линии вот эти все операторы. А их там учат специально вот только тому, что они должны знать им шаг влево, шаг вправо им на занятиях, причём которые занятия у них проводят как минимум раз в квартал, им об этом ничего не рассказывают. И когда вот садишься с ними, начинаешь рассказывать, они, блин, так это что, так это что. Вот у меня двое знакомых уволились после разговоров со мной из банка. Они не захотели обманывать людей. Остальные говорят, ну что, надо семью кормить, не я ведь обманываю, я же на карман не ложу, я за зарплату работаю. У нас то же самое говорят полицейские, все эти, они же все. То есть, больше всего меня удивляют вот те, кто... Вот почему я, допустим, заплатил нотариусу за своё заявление, волеизъявление, скажем, афидевит, то как его называют. Во-первых, это статут. Вот если мы начнём исходить из того, что такое волеизъявление, афидевит и так далее, это клятва, это статут. Вот не когда приходишь в суд и говоришь, я человек, у меня статут, а ты должен показать этот статут. Этот статут – это твой личный закон, твои права. И в этом волеизъявлении ты как раз излагаешь свои права. Вот это заявление, волеизъявление, оно называется статутом с их юридической системой. Но я не стал писать статут, у меня заявление, у меня знакомого написала волеизъявление. Соответственно, я почему сходил? Но я же не стал писать Королеве, Ватикан, ещё кто-то. Мне нужно было систему как-то известить о том, чтобы она знала, что я понял, как она работает, как она управляет людьми. И я не разрешение получал, не факт того, что я такой-то у неё регистрировал, а я её извещал. Но я больше ни рубля не буду ей платить. А вот они ходят, сначала одну бумажку сделают, заплатят, потом другую, потом третью. Вот Сергей тебе рассказывал, они вот этим паспорт, ДНК делают. Они съездят в Рязань, сколько потратили на дорогу в РЖД. Там заплатили 12 тысяч вот этим экспертам. Причём заплатили наличкой без чека. А соответственно, раз нет чека, этот центр, просто ребята устроили бизнес на этом деле. То есть, вот ты выпускаешь какой-нибудь документ, ставишь там даже свою печать, но денег об оплате нету, а услуга платная. Когда тебе говорят, вот вы мне сделали. Да ребята, вы чё, вот вы у нас в журнале не записаны, а в журнале заявочку на их приезд делает другой человек. А денег от вас к нам не поступало. Вы где эту фальшивку взяли? Понимаешь? Вот если это всё официально, должны быть все документы. То есть, квитанция об оплате денег, ты должен быть в журнале у них, а ты там нигде не фигурируешь. И они за счёт того, что они считают, что раз я человек и это всё хорошо, вот за счёт этого, что он нигде не показал своих ФИО и ОФ и так далее. Там у них написано, что живой человек там Сергей, живой человек там Наталья и так далее. Вот я видел, ну, у Сергея не видел документа, но я ему звонил, он сказал, да, у неё такая же, он в Рязань катался. Соответственно, мне в Москве вот девушка Наталья показала эти там 12 листов, что ли, у них это на 12 листах, но ничего и не прошивают даже. Потому что прошьёшь, это уже будет более официальным документом. Чтобы прошить, надо идти к нотариусу, поставить апостиль. А что такое апостиль? Люди даже не понимают, вот что у Раника, что это апостиль. Он позволяет использовать этот документ за границей без отдельного перевода. То есть, вот я приехал со своим свидетельством о рождении, да, и хочу что-то за границей сделать, и мне надо свидетельство о рождении. Они этот документ мне там не впишут, пока я не схожу к ним в какую-нибудь контору, которая мне это на немецкий язык не переведёт и не заверит, что текст на их языке соответствует оригиналу. А если у меня стоит апостиль, то мне вот эта процедура там не нужна. Потому что у меня стоит апостиль, и те страны, которые договорились, что будут применять апостиль, видя апостиль, они этот документ применяют без разговоров. Всего лишь, он никаких полномочий не даёт. Но люди, вот слово незнакомое, апостиль надо ставить, надо идти платить денежки. То есть, они все борются с Российской Федерацией, но они всё время несут во все её службы деньги. Вот этот, ты у нас Булгаков, а там, как его Антон, не Антон, Андрей, Андрей, Андрей из Новосибирска. Он ещё к Мещеряковой туда, к Мелиховой ездил, сказал, я, говорит, Буратино, она Мальвина. Он людей призывал, сколько, говорит, вы теряете паспорт, получаете паспорт без подписи. То есть, представляешь, ты потерял паспорт, ты заплатил штраф, там, тысячи две, две с половиной. Кто-то грамотный был, писал, что украли. Когда пишешь, что украли, ты штраф не платишь, там, месяц ждёшь, и потом тебе другой дают. Вот, а они писали, что утерял, а утерял, заплатил штраф, за новый бланк заплати. И это благодаря вот таким гражданам Советского Союза, Российской Федерации, вот их эта система паспортная столько денег заработала, а они, говорят, они с ней борются. Но они всё время её своими последними вот этими бебариками подкармливали. Вот я вот этого понять не могу. Если вы боретесь с этой системой, зачем вы её кормите-то всё время? Вот сколько людям объяснял, они не понимают. Соответственно, вот с этими генетическими паспортами то же самое. То есть, ведь сам документ, паспорт, что с английского перевести, что с итальянского, это, грубо говоря, разрешение пропуск на вход в порт. А какая разница, генетический паспорт, паспорт гражданина или так далее, вы всё равно, вы признали себя, что вы вот эта бумажка, вы не человек. Человеку бумажка не нужна. Поэтому, когда я сходил, оформил эфидевит, я просто их известил этим эфидевитом, что я человек, я Сергей, я понимаю, как это всё происходит, извините, идите нахрен от меня, отстаньте. А ты его применял в это, в судах? Да, я его отправлял, но вот по теме живых я его там приобщал, это в ролике видно, там это не сработало. А вот в том варианте, когда я писал отказ в суду и туда прикладывал, там, когда дело замёрзло, я не знаю, может, это сработало, может, ещё что-то сработало другое. Отказ на что? Ну, от гражданско-правых отношений с судами. Ну, там, в данном случае с конкретным судом. То есть, я когда людям говорю, что они говорят, вот, суды не надо признавать, если вы суд не признаёте, суд, вот ты же сам сказал, они найдут там в МВД справочку, ещё что-то, они всё равно вынесут решение. Тем более, если это судится банк, а у банка есть копия, паспорт и ещё что-то. То есть, в суд ходить не надо, но вести переписку с судом удалённо её надо и необходимо. И надо обосновывать свою позицию, если вы заявляетесь о мужчинах и так далее. Вы должны обосновать, почему, и то, что они неправы, потому что нету вот этого, нету вот этого, нету вот этого. Тогда это всё каким-то образом не всегда, но срабатывает. Потому что в последнее время я пришёл к выводу, что менталитет падает не только у простого населения, но и у всех юристов и судей и так далее, и так далее. С ними начинаешь общаться, они не понимают. Я в тот раз вот пришёл, допустим, в Измайловский суд, там парень-секретарь, он говорит, а что у вас заграничный паспорт? Я говорю, ну, мне не нравится российский. Он говорит, а я где-то слышал, что там что-то не так, и вы можете мне объяснить? Я ему пояснил, и он вроде как понял, что здесь я владелец лица, а там даже не написано, кто владелец в том паспорте. А тут в последний раз в суд пришёл, мне судья говорит, а мне нужен российский. Я говорю, а зачем, если у меня доверенность на заграничный? Он говорит, а я хочу российский. Я говорю, а если я сейчас вам дам российский, я не смогу участвовать в деле. И вообще для установления личности, кто пришёл защищать, достаточно всего этого. В результате дошло до того, что он там куда-то позвонил, и в результате суд продолжился. Потому что просто безграмотно. Люди идут за зарплатой, за богатством, они не понимают, что они нарушают права человека. За всё это, кстати, я могу ещё раз сказать, будут наказаны. Я верю не столько в карму, сколько в мироздание. То есть, мир всё-таки создан на основании чего-то. Карма – это что-то такое. Нехорошее слово мне не очень нравится. А мироздание, то есть, мир же создан каким-то образом. Поэтому всё это контролируется. С Сергеем я здесь согласен. Может быть, не то, что мы здесь карантин проходим и ещё что-то, а может даже вот ту Библию, которую он сейчас с собой, как говорит, стал носить, там же написано, что Бог хотел создать человека по образу и подобию, а создал по образу. А подобие, это внутреннее, это мы должны как раз вот здесь научиться, понимать, это быть человеком и жить в соответствии с совестью, ещё что-то. Вот таким образом. А у нас пока вот все эти движения, они вот решить собственную проблему. Как не платить за ЖКХ? Ну, вот не хочешь ты платить, так не плати, но ты хотя бы изучи законы, почему ты не должен платить? Ты же это всё должен доказывать потом. Даже если ты в суд не пойдёшь, но ты с ним должен вести переписку. Но зачем изучать? Проще вот написать Сергею Сергеевичу. Ещё некоторые пишут, я говорю, я занят. Так я думал, я вам денег дам, так вы согласитесь. Я говорю, так для меня деньги не были печатью Бога, понимаете? Я говорю, вот вы лучше эти деньги сходите туда, в небесную канцелярию, заплатите, и пускай они сделают так, чтобы в сутках было 26 часов, а не 24. И вот эти 2 часа в день я буду вам уделять. Я понял, ты для них доктор. Это как в анекдоте. Доктор мне запретил пить, я ему заплатил, он мне разрешил. Да, да. Ну, анекдотов очень много тут на эту тему. Я просто сейчас уже не люблю, потому что люди, вот они же не помнят, вот этих много всяких тем было в Советском Союзе. Вот я рассказывал там про Камчатку, когда учитель говорит, вот кто будет хорошо учиться, тот попадёт, ещё с советских времён, хотя там церковь была отдельная государство, тот попадёт в рай. А кто будет плохо учиться, тот попадёт в ад. В задней парте там Вовочка руку тянет. Учитель спрашивает, ну что, Вовочка, а школу закончить живым шансы есть? Понимаешь? Вот оно всё таким образом... Поэтому это ещё те старые анекдоты, они актуальны на сегодняшний день. И кто вот всю эту тему поднимает, я говорю, вы просто должны вспомнить, как мы там жили. Да, где-то что-то было лучше, где-то что-то было хуже, где-то ещё каким-то образом. Сейчас, вот я, допустим, жил в Удмуртии, сейчас вот в Москве вынужден жить, я тут не собираюсь оставаться, но пока раз взялся, вот все эти дела мне всё равно придётся довести. И судя по тому, что это всё затягивается, я думаю, ещё года на полтора мне тут придётся задержаться. Я зато вижу, как в Москве инвалидам стало проще. Я понимаю, что сейчас всё делается для Москвы, в Удмуртии такого нет. Но здесь пандусы, тут инвалиду в автобус легко заехать, потому что в трамвай все подножки у них рассчитаны под высоту бордюра. То есть не надо, без помощника можно всё это передвигаться. А в Советском Союзе инвалид, вот у нас в соседнем подъезде жил парень, мы сколько раз помогали ему спускаться. Мы, допустим, вдвоём его спускаем, кто-то коляску спускает, потому что ни пандуса, ни весенок ничего не было. То есть жили за счёт человеческих таких отношений где-то местами. Где-то я также видел, что говорили, ой, катаются тут всякие. Видел, как в очереди за апельсинами женщины дрылись. Это вот до смешного доходит. Причём ещё женщины дерутся, другие кричат, мужики, разнимите. Мужики стоят, говорят, когда женщины дерутся, лучше в драку не встревайте. И это начало 80-х. И это я своими глазами видел, потому что я стоял в этой же очереди, как старшие семьи из детей, чтобы купить то, что мне дядя и сётей дали денег, купить апельсины, потому что это надо было в очередь стоять. Ясно. Ну, по поводу Москвы тебе скажу. Я сам жил в Москве пять лет, и я знаю, что Москва развивается только из-за того, что там очень много иностранцев. И когда они приезжают в воды, видят вот это всё. Они же не просто приезжают, они, допустим, иностранные фирмы какие-нибудь здесь что-то пытаются бизнес развить, ну и, соответственно, они поселяются там, им хорошие квартиры уделяют, хорошие районы, но они всё равно же по Москве передвигаются, и они это всё видят. И когда они начинают задавать вопросы, то правительство Москвы мгновенно на все их вопросы реагирует. Если бы он задал вопрос, почему там фантуса нет, то он мгновенно, вот через секунду там появится, понимаешь? Это было раньше, сейчас маленько по-другому, особенно после того, когда вот это всё придумали, с этой болезнью всякую шумиху. Вот в том году я в августе поехал в Питер, и меня там знакомые повезли в Петродворец. И они, говорит, радовались так, что вот эта вся система велась. Почему? Потому что там, говорит, пройти, вот в 18-м году, в 19-м там пройти нельзя было, там всё было вот кишило китайцами. А в том году мы туда приехали, там нет ни одного китайца, мы спокойно погуляли по этому Петродворцу. Вот, и то же самое здесь. Вот сейчас в Москве, я же всё-таки по Москве катаюсь, передвигаюсь, нету столько иностранцев, сколько их было раньше, всё-таки вот эти все ограничения, они своего рода убились, они сработались. Но система-то я ещё и раньше понимал, что вот, допустим, Газпром, ведь он газ добывает в Сибири, а офис открыли здесь. Причём не просто офис, который будет заключать договора, а главный офис. Соответственно, зарплата с тех, кто работает в Сибири, и налоги с этой зарплаты, они платятся там, в Сибири, а вся остальная прибыль с компанией и так далее, и так далее, она уходит в Москву, потому что фирма здесь зарегистрирована. А кроме этого, исходя из того, что Москва столица, значит, из бюджета Российской Федерации сюда денег на Москву выделяется больше. Вот в этом году снег, вот в том году зимы не было в Москве, это была, ну, европейская зима. Вот я снега почти в том году... В этом году в Москве была нормальная московская, ну, не наша, в Мурске, а вот именно московская нормальная зима. И когда снег растаял, начались вот эти бордюрочные, плиточные работы. Вот идёт дорожка, я даже там где-то показал, по ней КАМАЗ гружённый, едет пешеходная дорожка, она даже не прогнулась, но её разобрали и новую плитку положили. Это не для иностранцев, это на карман. Это у них называется, это они осваивают бюджет. Я называю это, они воруют прямым текстом. Зачем мне там врать? Это они там для себя осваивают, а я считаю, что они воруют. Потому что по Москве вот очень многие ходят, тут они даже начали тут ругаться, то, что конкуренция у них началась, они поняли, что на это можно деньги делать. Вот они начинают там Собянина ругать, вот тут плитка разрушается, вот тут плитка разрушается, вот там. А там, где она, кстати, разрушается почему-то, вот даже я в этом году несколько таких мест, когда в суды подъезжаешь, ходишь, там её не перебирают, а там, где она была хорошая, там её перебирают. Вот вся система. Они называют это осваиваем денежных средств. Вот эти автобусы в Москве, у нас в Удмуртии автобус приходится ждать на остановках, а здесь он там постоянно ходит, потому что тут ими всё кишит. Потому что это не столько на этих автобусах зарабатываются деньги, потому что в автобусах в Москве народу ездит меньше, чем в метро. А сколько это осваивание денег? Купить 100 автобусов на заводе, там, грубо говоря, 5 миллионов каждый, и сдать сюда в Москву бюджет за 8 миллионов каждый, вот и посчитать. Я это понимаю, как это всё работает. Откуда берутся все эти миллионеры, миллиардеры и так далее. Ясно. Давай заканчивать разговор, уже почти 2 часа общаемся. Да, час 45 почти. Поэтому с ними надо бороться, поэтому я и канал веду для того. Но вот когда с ними пытаются бороться, не выводя их на чистую воду, писать вот эти всякие лишние писульки, там, требуя, что вот мы там это, и без доказательств ничего не получится. А почему ты борешься? Борется тот, кто в борьбе всегда есть проигравший, либо и выигравший. Не проще ли поменять мировоззрение и начать учиться? Потому что в учёбе нет проигравшего. Ну как, я когда есть время учусь, но ведь для того, чтобы учиться, надо же ещё, опять же, и кушать, и питаться. И всё-таки я-то в своей жизни понял, что для меня деньги не важны, я их с собой не унесу. Не-не-не-не, речь не про деньги, а именно про подход мысленный, что ты с ними борешься в борьбе. Смотри, ты с кем борешься? С системой. В системе очень много, очень мощный административный аппарат. То есть их миллионы, а ты один. То есть кто из вас рано или поздно проиграет? Я же не один, я вот канал веду для того, чтобы людям объяснять, людей обучать. Это не борьба с системой. Канал как раз для того, чтобы люди, поэтому вот и канал, насколько я понимаю, он помогает, хотя не так, как мне хотелось бы, но помогает, потому что, когда смотришь, людям лапшу на уши повесили, сутки прошли, у канала 40 тысяч просмотров, потому что именно обещали, что у них пенсия там миллион двести должна быть, а не 12 тысяч, понимаешь? А когда ты людям рассказываешь, вот опять же, мудрая мысль есть. Когда на рынке торговали разумом и к нему придавали старость, то никто не покупал. А когда на рынке стали продавать глупость, которой прилагалась молодость, за нее платили и даже оставляли сдачу, забывали забрать. Вот оно сейчас происходит абсолютно то же самое. Я тебе не про это говорю, я говорю, что у тебя проскользнуло слово, я с ними борюсь. Да, я борюсь. Вот когда я хожу в суды и помогаю людям отстоять свои права, я борюсь с этой системой. И причем в некоторых вариантах, когда все это получается, потом с помощью этого я объясняю другим, кого консультируют без денег, для того, чтобы и они могли, скажем, отстаивать свои права, бороться. Это борьба. Как не борьба? Это борьба. На мой взгляд, это борьба. Борьба происходит на ринге. Борется с соперником. И рано или поздно кто-то из вас проиграет. Либо они, либо ты. Ну, может быть, мне не дано победить при моей вот этой жизни. А может быть, и получится, потому что когда занимаешься просветительской деятельностью, ведь, соответственно, таких, как ты, становится все больше и больше. Я надеюсь, я оптимист. Нет, я тебе говорю про другое, что я тоже раньше боролся. У меня такое желание было, сейчас это, пойду и победю. А потом осознал, что побеждать-то некого. Я же не в таком смысле, что пойду и победю. Почему? У меня сейчас очень многие стали тут объявлять, что вот, ты тут потянист, тебе там платят и так далее, и так далее. То есть, люди даже не слушают, что я просто в роликах, когда раньше вот ругал, показывал все эти косяки Российской Федерации, а я потом понял, что эту мою информацию использую только для того, чтобы вот похвалить Советский Союз. Но ведь в Советском Союзе было что в законодательстве, что в жизни не намного лучше, чем Российская Федерация. Те же мясные электрички, колбасные, те же вот эти всякие вещи. Люди-то почему это все позабывали, когда кушать не было, ни о чем. Я не говорю про конец 80-х, когда пришел Горбачев. Я говорю про 70-е, начало 80-е. Когда вот это все... То есть, где-то кто-то вот в оборонке работал, было хорошо, а где-то кто-то похуже, уже все. То есть, если маленькая деревня, у людей было свое молоко, свое масло, они держали скотину. А я вот в своем ролике приводил пример. А когда был поселок большой, вот как игра, допустим, в Удмуртской республике, там уже были магазины и коровы не у всех, потому что, ну, это уже поселок, это уже не деревня. Соответственно, люди за хлебом, за молоком стояли в очередь. И если они вовремя очередь не заняли, они в деревне оставались без хлеба и без молока. Это в Советском Союзе. А в это же время у нас в городе в магазинах молоко кисло, потому что оно не продавалось столько, сколько его завозили. Потому что я жил в городе, где было считалось тогда московское снабжение. А приезжая в Пермь, я видел, что там люди реально было очень много голодающих. Я служил в Тюмени, в Тобольске, ездил один раз в командировку до Сургута. Там, когда вот нам говорят, вот российский там бизнес, я говорю, зачем? Вот когда я по этому маршруту ездил, Тюмень, Тобольск, Сургут, там чаще всего мне попадались в 80-х годах в середине Магирусы, Татры. Они вот работали у газовиков, у нефтяников, там вот такие машинки ходили, чаще-то работали у нефтяников. Даже в то время ещё. Потому что они были лучше, чем Кразы, Уралы. Они были экономичнее и лучше. И я это видел своими глазами. Я тоже это всё помню. Сплошные Татры были. Да. Татры, Магирусы. Но больше Татр, потому что Магирусы, они были с воздушным охлаждением. Вот я видел их там. Когда Татра идёт, она сама полностью угружённая и прицеп тянет, без проблем окраска птит, воздух засоряет, кабина деревянная, жестянкая битва. О какой промышленности Советского Союза речь? Поэтому за эти заводы многие рухнули. Если, допустим, взять завод ГАЗ, он, начиная выпускать вот эти малолитражки Газели, там вот это всё и так далее, он за счёт этого выкрутился. Но сам автомобиль ГАЗ на сегодняшний день, вот они есть там, Газон НЕКС, но их же очень мало выпускается. А завод ЗИЛ не перешёл на такие маленькие машины. А мне машина ЗИЛ-130 очень нравилась, но я помню, её на расход был 33 литра на 100 километров. Если бензин по сегодняшним ценам столько заправлять, товар, который в нём перевозишь, дорогой, а придумать что-то более экономичное завод не смог, потому что они привыкли работать так. Сверху сказали, получите вот оттуда то-то, выпустить должны вот то-то, отдать туда-то. Они так и привыкли работать. А своих-то мозгов не хватило. Выжили в Российской Федерации те заводы, где руководители оказались менеджерами, которые способны вести вот этот бизнес. Причём у меня есть знакомые председатели колхоза, которые до сих пор работают в колхозах. Они, конечно, не миллионеры, но эти колхозы живут. Есть те, где колхозы обанкротили, и те, кто более-менее разбирался в сельском хозяйстве, они занимаются фермерством. Вот один у меня занимается кроликами, а другой занимается полностью сельским хозяйством. У него там ферма, два пруда, поля паши. Они вместе с людьми строят им дома, кто вот у него в КФХ работает, в Удмуртии. Мне нравятся такие люди, я с удовольствием с ними общаюсь. Я сам собираюсь вот со временем туда поехать, и там вот уехать из города, вот лучше туда на землю, и там спокойно жить. На берегу реки, чтоб я мог порыбачить. Я уже три года за удочку не держался, до этого я всю жизнь был рыбаком, что зимой, что летом. А после того, когда вот я начал вести канал, все-таки стал более-менее известен, и теперь не только помогать ближним и их знакомым, знакомым друзьям, то есть друзьям, друзьям друзей, знакомым друзьям и так далее. А сейчас уже люди больше обращаются. У меня реально, вот я в отпуске не был уже три года, никуда не ездил отдыхать. Меня вот сейчас тут зовут, что хотя бы на недельку давай приезжай к нам на море. А у меня вот заседание на заседании, никак не могу сделать перерыв. Вот таким образом. Поэтому на сегодняшний день моя жизнь посвящена больше людям, чем себе. Потому что так получилось, что моей жене, вот эта моя жизнь, вот эта вся политика, она говорит, ты должен нам помогать, а не кому-то там. Я говорю, почему? Я вот вам помогаю, и там хочу помогать. Мне это нравится, эта деятельность. Она говорит, нет, я хочу, чтобы ты был дома, чтобы вот это там туда-сюда. В результате, ну, подала на развод, ты подала, и ладно. Но мне нравится моя жизнь, мне нравится, с какими людьми я познакомился за последние три года. У меня раньше не было таких знакомых. тем более в Москве там вообще миллион возможностей. Нет, не с Москвы. Причем все знакомы у меня, вот клиенты, они сейчас московские, а все знакомы не с Москвы. Они вот благодаря каналу появились, я же назвал, Котла, Сангарск, Корчаева, Черкесия, Салтая, вот меня в гости зовут. Нет, не в Москве. У меня в Москве есть хорошие, очень знакомые, я с ними очень рад общаться, но я не о них сказал. Большая часть тех, кто живет вот по всей стране. Добро, добро. Что вам? Так, ну все, благодарствую за интересный разговор. Да, я тоже благодарю. Так что, со мной тебе не получилось посмеяться, как с Сергеем. Я ту запись посмотрел, там вы часто улыбались, видишь. Ну, я, честное слово, вот старался вставить слово, редко удавалось, потому что, ну, не привычен перебивать человека. А у тебя, ну, я так понял, ну, такая, не знаю, то ли манера, то ли что, вот ты одну тему затронул, и туда пошел, и сюда пошел, и так, и это. Потому что, вот опять, перебью, не перебью, может некоторые считают, это из-за того, что, понимаешь, когда я коротко людям начинал, вот это все еще в 90-х объяснять, да, а им все равно приходилось, вот, даже сейчас, вот пример приведу, человек звонит, говорит, Сергей Сергеевич, у меня к вам вопрос на две минуты, почему я перестал давать телефон еще? Я ему отвечаю на этот вопрос, когда я ему на этот вопрос отвечаю, он мне задает еще три, отвечая ему на эти три, у него получается девять, и вот эта прогрессия растет, то есть, он, когда узнал что-то, то, к чему он не был готов, у него же начинает, ему надо объяснить, почему это, почему, поэтому я даже в роликах, у меня нет коротких роликов, из-за того, что я взял за правило объяснять людям подробно, чтобы они потом не обвиняли меня, вот ты здесь вот так сказал, вот здесь как речь Путина в том году на дне парада, то есть, можно ее так перевернуть и так, вот для того, чтобы этого не было, я даю развернутый ответ, и у меня все ролики почти часовые, с тобой вот два часа получилось, видишь? Чтобы у него не было возможности задать вопрос? Нет, пожалуйста, если тебе надо, вот сейчас у меня так, раз, два, числа пятого, шестого мы можем еще раз выйти, если есть желание. Добро, добро. Я просто боялся, почему не выхожу на все эти вещи, потому что сколько я с людьми начинал общаться, получается больше спор, а не дискуссия, или не рассказ, а ты же как написал, ты хочешь взять интервью, ты задал мало, конечно, вопросов, но я на них развернуто ответил, вот если у тебя есть... Я бы даже сказал более, чем развернуто. Если у тебя есть еще вопросы, вот у меня будет еще перерыв такой, пятого, шестого числа, у тебя есть мои данные, не мои данные, сейчас контакты физлица, грубо говоря, бульдаков. Про меня ты говоришь, вот ты у нас Булгаков, а про себя-то вспомнил, что ли это, контакты физлица? Нет, я же там приводил пример, что у тебя, я сказал, фамилия Булгаков, а есть там Булдаков, и вот у нас в Удмуртии был, и вот Андрей, этот, он, по-моему, тоже Булдаков, я для этого только сказал, что буквы разные, а не для того, чтобы вот задеть, я прекрасно знаю, что ты заявляешь себя, что мужчина, Антон и так далее, то есть, в данном случае я приводил не к тебе это отношение, а я приводил пример, сравнивая две фамилии, Булгаков и Булдаков, поэтому... Я просто это, ну, воспринял, что ты говоришь, что ты у нас Булгаков. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, я же тебе начал, сказал, что у тебя вот Булгаков, а там Андрей Булдаков, вот таким образом, когда вот эти все вещи-то и так далее. Ладно, нормально, я это не... Да я тоже нормально, нет, потому что я сам иногда оговариваюсь, вот я уже приучился, если еще год назад я говорил 50 на 50, благодарю и спасибо, теперь у меня уже 95 на 5, благодарю, то есть спасибо 5 процентов, благодарю уже 95, то есть потихонечку, а потому что еще что мешает, вот общаться-то приходится все-таки с теми людьми, в основном, кто не в теме, у нас же что мы слышим, то запоминается, а слово спасибо я слышу очень часто, даже когда консультации вот оказываю по интернету, все время чаще идет спасибо, и соответственно, когда что-то мне кто-то сделал, вот спасибо начинает, я иногда себя торможу, что вот оно уже вылетит должно, я в раз остановился, вернул, благодарю. Я два года от этого слова отучивал сам себя. Ну, потому что понимаю смысл слов, я даже вот сегодня же в ролике уже привел смысл слова совет, то есть совет это когда советовать, вот почему на Руси было вече там, еще как-то, а это совет, то есть нам его навязали, что нам советуют, что делать сверху, вот эти через советы верховные до советов нижних, знаете вот вам советы, понимаешь, у нас советчиков-то всегда до хрена было, то есть у нас один работает, пятеро советуют. Если вот начать исходить вот из этого всего, начинаешь понимать, вот оно все равно. Хотя, скажем, когда звучит, я сам призывал создавать народные советы на местах, но я почему так говорил, а людям так понять проще, что я от них хочу, что я им предлагаю. Хотя со словом совет я не согласен, потому что совет это то, то советует, то навязывать тебе свою точку зрения, так это не то, что силой, но добровольно-принудительно, вот как меня в комсомол принимали. Ты должен вступить, ты вот учишься уже не в седьмом, уже даже в восьмом классе. Я говорю, так я не хочу, надо. Позвали там комитет комсомола в школе. Я из трёх вопросов, вот сидят старшеклассники, там же старшеклассники принимали, я из трёх заданных мне вопросов ответил только на один, что когда появился комсомол, да, в 1918 году, там на уроках изучали, я это запомнил. Они голосуют, они единогласно меня принимают в комсомол, хотя я ответил на один вопрос из трёх. А потом, когда мне говорят и ведут нас с троем в горком комсомола, там надо было комиссию пройти и потом комсомольские билеты получать. Председатель горкома у меня спрашивает, вы коваренье любите, я говорю, земляничное, а он говорит, а все говорят малиновое, я говорю, ну это их проблема. Он говорит, ну ладно, через неделю идите придёте, получите комсомольский билет. Вот так я вступал в комсомол, в Советском Союзе, и это 80-й год. И когда мне говорят, что вот там всё было красиво, ну извините, я вот это на себе прошёл. Так что вот, ладно, вот как раз 22.00 у меня показывает, чтобы уже не задерживаться. В общем, заранее будет желание, заранее только, Антон, выйди на меня, и на 5-е, на 6-е число можешь рассчитывать. Добро, добро, договорились. А раньше никак, позже тоже там уже занято, потому что у меня уже вплоть до 15-го июля судебное заседание. Да не факт, что я сам буду свободен, у меня же тоже тут это, постоянное движение. я же говорю, что это, потому что вот у меня там есть небольшие вот такие эти, скажем, я даже по выходным сижу, потому что я по интернету очень много даю консультаций. Добро, добро. Благодарствую за разговор. Благодарю тоже, да. Всего хорошего. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok